И кто хочет рассказать? Только Александр? Ну мы так и быть ему услупим. Так и быть. Да вы каждый раз так и быть. Ну давай. Видишь какие мы добродушные. Так, если я не ошибаюсь, предыдущая сессия началась с того, что мы допинали этого. Эту нежить странную. Ну да, мы всю сессию его пинали. Мы ее, собственно, допинали. Так и вошел, зажег факел, после чего мы еще раз ее допинали, и она благополучно умерла. Мы, короче, все побитые вылезли. Обнаружили, собственно, хозяйку дома, которая прятала свое лицо за маской. С какой-то целью. Ну, неважно. Вот. Она такая, типа, а какие вы потрепаны? Прикольно, что вы нашли комнату. Ну, короче, все были дураками, потому что, когда дрались с этим некробоссом, он, короче, еще до этого мы дрались с этими просто тенюшками. Короче, в ашоту и практически всем, кроме кого. Этельвейса, наверное, всем досталось, все были немного туповаты. Вот. Мы, короче, кое-как этой женщине объяснили, что лучше туда не ходить, но в целом там локация прикольная, типа, явно для каких-то некромантических, короче, целей была созданная. Вот. Она сказала, типа, ага, спасибо, молодцы. Типа, а, мы еще сказали, что нашли эти ключи. По договору мы эти ключи возвращаем. Вот. Она сказала, спасибо, молодцы. Вот, короче, вам сейчас выпишут бумажку, типа, сходите в баню умойтесь, потому что вы грязные воняете. Мы такие, большое спасибо. И вышли, короче, от нее, направились в баню. В бане, короче, покупали, силы восстановили, все отличились. Вот. Пока находились в этих банях, которые находятся при храме. Сабрина поспрашивала среди этих служителей, поскольку они как бы все из одной касты, условно говоря, по поводу того, что нет ли здесь кого-нибудь, кто шарит за предметы, потому что у нас есть некие предметы, мы беспокоимся, что он какой-то проклятый. Вот. Мы нашли какого-то писаря, где как-то там мастер его обозвал. Ну, как некий ученик, который там разбирает бумаги у них. Какой-то приезжий, особо квалифицированный. Вот. Мы к нему, не мы к нему, Сабрина вместе с Марком к нему отправились поговорить, вывалили перед ним этот меч, заплатив за его услуги 40 золота. Он сказал, типа, а вы что не слышите, как в нем голоса условно стомают? Типа, нет, не слышите. Ну, собственно, такая диковинка у этого меча. Вот. Плюс писали нам, как этот меч работает, где он выкован, и типа, прикольный меч. Но то, что в нем какие-то голоса, и то, что он проклятый, это непонятно. Вот. То, что он проклятый, это непонятно, и типа, особо стрёмная фишка, то, что в нем голоса. Души через это заточены. Вот. Была гипотеза, что просто им убивают, и там души появляются в мече. Мне сказали, что типа, они изначально туда запёканы. Мы такие, ага, ага, прикольно. Вышли из этих баней свеженькие, по всей видимости, нам дали чистые одежды. И мы такие свежевыглаженные вышли и думали, типа, что делать. Думали пойти спать. Но Марк настоял, типа, что мы можем спуститься в канализацию, ведь нам туда надо чистых-то одежды, что сразу провонять. Вот. И убедил, собственно, нашу команду, что не так страшно, что мы немного покоцаны, и собственно, свои силы уже потратили, что мы спустимся. Скорее всего, никаких проблем у нас не возникнет. Вот. Подходя к входу в канализацию, Вашот предложил провести собственно опять заклинание поиска для того, чтобы попытаться найти вот это дерево, с которым сделаны эти бротики стрёмные. Для того, чтобы даже отрицательный результат для нас был тоже результатом, что за нами никто не будет, по крайней мере, следить. Еще решило с пиццом стать. Дети Донатор убедились, что, по крайней мере, никого не присутствует с этими дротиками на готове, чтобы в нас стрельнуться, или допустим, с ценами последовать, и, поэтому мы такие довольны спустимся с канализацией спокойненько пошли. Собственно, прошли внутрь, оказалось, те скелетки, которые мы перебили, у них было... Тех скелеток, которых мы оставили и не перебили, у них была чёткая инструкция просто разжигать жаровни, они их поддерживают в активном состоянии, а этого галеба никто не пересобирает. Мы, короче, отправились к этому сундуку в виде головы, или как он там выглядел, я уже точно не помню. Я и древес начал подбирать буквы, в этих механизмах часть букв угадал, и, собственно, мы остановились, потому что слово оказалось явно нам незнакомым. И угадать, подбирать дальше шифры у нас как бы времени не было, и, собственно, у нас начался социальный диалог с птичкой, где птичке мы в целом заявили, что мы хотим её привести в нормальное состояние, не в такое кошмарное, потому что мы в целом собираемся с ней таскаться по миру. Птичка вроде была довольна, что мы собираемся с ней дружить, но в любом случае она настояла на том, что она хочет ещё полетать, чтобы мы думали о том, как бы научить её летать. Ну, мы сказали, чем сможем, тем поможем, ну, типа, мы друзья. И птичка такая, ой, как замечательно, вот такой там пароль. И мы такие, нифига себе, какое странное слово, мы бы его в жизни не угадали. Мы открываем этот сундук, там, короче, есть несколько предметов, один из которых некая сфера, в которой есть какие-то голоса. Типа, которые, вы, подите меня отсюда, это что он, не знаю, что там. Один голос, я скажу. Один голос, да. Ну, явно какой-то, ну, женский голос, явно какая-то бесячая нечисть, ужасный монстр, который не за это заточили. Я говорю, какого размера сфера? Ну, я так полагаю, что она, типа, с голову человека, это что-то такое. Она больше или нет? Разве не мяча, который, этот самый фитнес-мяч? Чего? Какой фитнес-мяч? Ну, размер, спрашиваешь. Типа, метр? Я точно не объяснял. Пол метра. Пол метра на пол метра, это человек-эксперт по фитнес-мячам. Каждый день в качалке перегоняет. Глаз червей. Я просто не знаю, у меня написано сфера, а не, типа... Ну, так, сфера больше яблока, если что. Да, типа, не шар, шар это... Шар это богиня. Шар это богиня. Шар это богиня. Ну, теперь все понятно, кто там за голос. Как я запишу? Поэтому это сфер. Мы прифигели от найденных предметов, и игра закончилась, потому что мы немножко даже же затянули. Так, что ты хотел сказать? А, типа, если там была не голова, в какие отверстия вы вставляли сферу? Ну, эти цифербаты. В рот. Куда она говорила? Хорошо. Ну, рот в голове, не? Я там... Куда тебя ебать? Куда тебя ебать? Не надо меня ебать. Так, откуда ты это сказал? Да. Итак. То, что сегодня солнечный день, вам не особо понятно, потому что вы находитесь в канализации. Большинство скелетов было уничтожено, поэтому уборку тут не производят, плюс открыта дверь, уже такой запашок из канализации проникает внутрь. Прекрасно. И замечательно и стоите перед вами сфера, из которой доносится голос. Женский. Такой... Я так и не понимаю, какой размер сферы. Чуть больше яблока. Чуть больше яблока, понятно. Ну, вот. Такая... Сфера чистой формы. То есть, она не вытянута ничего. Просто чистая сфера. С какой-то белой дымкой внутри. И оттуда доносится женский голос. Выпустите меня! Нет. А кто держит это все в руках? Ну, наверное, и я держу эту сферу в руке. Я... В смысле? Это все слышат? Это все слышат? Или только... Это все слышат. Я говорю, Блин, не выпускай. Сначала разберись. Ты... Ты кто вообще? Я... Илона? Илона? И кто ты, Илона? И кто ты, Илона? Я... Это имя не сужает ничего. Я... Я... Это я? Ты это... Сфера? Нет. Я девушка? Ну, я держу сферу. Но я не сфера. Ну, пока что это все возможно. Как ты оказалась в ней? Я пытаюсь присмотреться в сферу, чтобы увидеть там хоть что-то. Ты не думаешь, что я в сфере? Привем. Ты... Ты... Совершала ли когда-нибудь ты преступление против живых существ? Криса убила. Мне не видно. Мастер, у меня есть заявка. Можно? Да. А, собственно, ваш оттихонечко отойдет, поскольку он на плече у него по трех панок птица все-таки сидит. Он отойдет и шипеть и кончика с ней пошепчется. Че это за корень в шаре? Мне чем-нибудь птичка отвечает? Птичка смотрит. На все горло. Кукареку! А еще раз вопрос повтори. Ну смотри, что это за крень в шаре? Типа, знаете... Это сфера! Бэй, я понял. В ней голос. Может, это связь какая-то? Я без понятия. А, ну ладно. Я так понял, этот самый попугай не втихую отвечает ему. Не втихую. Просто тогда Сабрина спросит... Когда вообще тихо не отвечал. Тогда Сабрина спросит. Вы держите с нами связь через этот объект? Без понятия. Я вас вижу. Где вы находитесь? А еще я вижу... Желтый песок? Понятно. И все? Бля, это не мой. Я вижу, что вы скрываете что-то от нас. Не отвечая, типа, развернуто. Подожди, я немного себя сам сбил. Какого цвета я сказал песок был? Желтый. Желтый, синий. Синий песок? Да. Марк, у меня есть очень весомое предложение. Давай эту сферу аккуратненько в сумку завернешь, потом с ней разберемся. В целом, мы находимся в месте, где не так прикольно в нашем состоянии тусоваться. Если воняет. Давай, собираемся. Ну, а прости, какое наше состояние? Ну, я себя чувствую комфортно, когда я могу творить магию. А я ее все творил уже. Это не в нашем состоянии. Это в своем состоянии получается. Ну, как бы, и всем вам я жопу перевязал. Второй раз я многим перевязать жопу не смогу. Сера такая говорит, вы друг друга перевязываете жопу, как в Ульгарн. Это же организм, я не обращу внимания. Вы не обязаны давать ремарки относительно всего, что вы слышите. А что я обязан? Выпустите меня! Походу, Бипоярка. Скажите, что кроме синего песка находится вокруг вас? Кто вы такая? Я не могу... Да девушка я сколько раз вам говорить. Уевушка, кто вы такая? Какой раз я, типа, вы относитесь? Вы доброе существо! Чего главное? Вы дух? Нет! Человек я! Живое существо? Человек. Окей. Откуда вы? Не помню. Где вы жили до того, как попали в сферу? В комнате! Зашибись. Что вы там делали? Поверьте ли вы аутизмом? Общалась с папой! Какие ваши задания, типа, занятия в жизни были? Учиться! На кого? Не знаю! Стоматолога, судя по всему. Стоматолога. Я считаю, нам лгут. Марк, убирайте ее в сумку. Я думаю, может быть, нам не лгут. Может быть, она просто очень сильно не доучилась. Видимо. Прямо очень сильно. Ну, либо ели ткать. Что вы от меня хотите? Не. Хотим узнать, кто тут главный. Налоговый номер свой говори. И пароль к банкингу онлайн. Я не знаю, что это. Понятно все. Интересно. Ладно. Я как думал. Ты как думаешь? Выпустите меня, а ты я папу позову. А кто твой папа? Он еще тупот. Как зовут твою папу? Гаррис. Я Гаррис. Понятно. Знаем ли мы Гарриса? Нет, мы его не знаем. Зови папу. Папа. И просто вам по ушам очень сильно начинает бить звук. Что же приходится их закрывать. Можешь ли понять вообще по голосу? Типа, насколько это молодой голос? Ворды, наверное, или, не знаю, вор детей. Вор детей. Вор детей. Дети, с чем их едят. Да. Давайте нас сразу на кулинарию бросим. Это крафт получается. А можно кожевничество кинуть? Типа, как на вор детей. Нет. Я не знаю. Вычтешь все, что надо вычислить. А, я пить на то на самом деле. Марк, убирай. У меня, короче, пара мыслей есть. Погоди, погоди. Давайте папу подождем. Когда она просто повизжала. Никакого папы не будет. А визж прекратился или она продолжает визжать? Марк звучит как молодой голос. Она продолжает визжать и истерить. Это типа... Я не знаю, типа, к ребенке. Я не знаю, что. К ребенок. Ребенок. Девочка маленькая. Прячь и в сумку, и умеешь с голову взорваться так. Давай временно так. И я вас прячу в сумку. Вот. Теперь мысли, которые ему стоило озвучить без этого шарика. Смотри. В целом, это может быть какая-нибудь бабайка, которую спрятали и убрали. И которую убить было бы очень сложно, к примеру. Или... Это что-то очень ценное для того, кто спрятал. Ну, к примеру, там, не знаю, жена там или ребенок, который болел. Его в шарик спрятали. Мы сейчас вернемся в дом этого дварфа. Возвращать эти ключи. И поспрашиваем, может быть, там, дневники или еще что-то от владельца сохранилось. Вдруг нас пустят почитать. Ну, не нас, а хотя бы тебе. Ну, если читать, то, наверное, читать вместе. Потому что... Быстрее, как минимум. Да, я написал один дневник. А еще такой момент. Как-то мне это не долго надо. Мы там договаривались, что мы что-то хотим им этот, в качестве, так сказать, подарковать сюда принести. Что им отдадим из того, что мы тут понаходили? Ну, я как понял, они будут довольны просто нахождению у них ключей. Нет, ключи-то мы им вернем. Но вы, ты скажешь, кроме ключей еще типа оля, часть сокровищ отвалим. Ну, 10 части сокровищ, непонятный голос. И что еще было? Ну, не знаю. Мне кажется, это чит смотрится отлично в руках Сабрины. Прям великолепно. Понятно. Ну, вот какая-то вот эта вот руна и тут пара зелий, которые мы, в принципе, не жалеем отдать. Ну, я думаю, можно смело им отдать. Я думаю, что руны им хватит. А то мы пришли им, комнату нашли, все почистили, ничего в итоге не взяли, еще и бабу им насыпем. Ну, короче, надо как-то знать границы, так сказать. Ну, я думаю, Марк будет с ними беседовать. И, возможно, хватит ключей. Не хватит, что-нибудь отдаст. В любом случае, у нас решение этой загадки продело новую загадку. И хорошо бы понять, что с этим делать. Будем откровенны. Самые ценные вещи из того, что мы нашли, это действительно вот эта вот руна. Я знаю, может быть, щит. Может. Так, это руна. Ну, руна это сколько в деньгах. Я такой прикидываю. Ну, знаю, как это работает. В этом городе, как и в принципе любом другом, это было бы где-то 150 золотых. Ладно, давайте, короче, будем идти и разговаривать. Башот возьмет, короче, за рукав Марка и потащит в сторону. Так вот. И, собственно, идут дальше разговаривать. А что журнал будем делать? Он сейчас пока у нас побудет, да? Будем думать, что с ним творить. Карнс. А так Карнс. А что с ним творить-то? Мы же-то знаем, что попугай... Как только попугая снова залетаем, так и узнаем, как добраться до этого рецепта. А, кстати, да. Тебе эта книга нужна? Ты что-то мне читать будешь? Потому что мне она не к чему. Ну, мы можем ее с себя пока оставить, чтобы с этой птичкой все порешать. Ведь она все-таки уже с Андреей, чтобы нам поведать тайну этого журнала. Ну, тогда оставляю у себя книгу. Тогда Карнса дадим тебе книгу попозже. Карнсу нужна не книга. Карнсу нужен рецепт. Это понятно. Если чего, мы найдем решение вдали от этого города. Я просто отправлю послание Карнсу в сон. Это я думаю, это будет... Карнс не спит. Мы это уже узнавали. Я думаю, быстрее будет, что мы... Я скорее верю, что мы найдем все тут. Ну или так. Ладно. Карнс, если чего, на связи. Но я ведь не сплю. Да, мы покричим в канализацию. Хорошо. Я надеюсь, вам... Хватит удач быстро найти решение. Так. У меня такой вопрос. У нас есть две сумки недержания? Да. Одна у меня. Отлично. Потому что ты рассказываешь, что если мы в одну сумку положим, наши попугаи эту кричащую сферу, попугай потом нам вряд ли на какие-либо вопросы отвечать будет. Ну, тогда Вашот теперь ответственный за переноску. Попугая или жара? Ну, за переноску попугая. Да, отлично. Попугайчик, давай. Сейчас мы тебе организуем тепленькое место. Чтоб тебе там... Среди гвоздей, лопат, стрел и мечей. Такой стеной. Все мимо пролетает. Чтоб тебе никакая банка последний глаз не выбила. Вот, короче, сначала мешочек залезай. В пакет. В пакет для мусора. Кто это? Почему оттуда плохо пахнет? Нормальный мешочек. Да. Из него нормально пахнет. Это здесь в целом пахнет плохо. В мешке не лучше? Нет. Я тебе сумку беру, потому что там люди, которые не любят неживое. Мы тебе приведем в порядок, что ты будешь в виде и как живой. И потом будешь вместе со мной ходить по улице, не переживай. Закидывая себе на лоб свой глаз, попугай входит в мешок. Я аккуратненько в мешочек складываю и отпускаю в сумку удержания, короче, попугайчиком. Вкладываешь аккуратно в мешочек. Я не понимаю, чем идет речь. А вот попугай в пакет. Я на службу. Чувствую попугая в пакет, а потерпит пакет с попугаем в сумку удержания. Правильно? Да. Чтобы чисто технически. Я просто как рассуждаю. У меня там целую кучу барахла и стекла. И вроде бы как оно там все вперемешку будет болтаться. Сушбину попугая и делали по-другому. Ну, в любом случае, чтобы там, я так полагаю, для него это некая просто перемещаться и барагозить. Он не будет перемещаться, потому что ты его в пакет засунул. Да. Все правильно. Окей. В мешок. В мешок с мешком. Окей. Ну, идемте. Ну, пошли в Домдварфа. Пошли. У меня был вопрос. Мы думаем ловить этого козла, но при этом понимаем, что он явно в плохую погоду появляется. И при этом мы знаем, что появляются пожары, которые, возможно, опять же замолнили. В целом, вот эти дни, пока мы здесь находимся, здесь вечерами были какие-нибудь погодные явления? Да, мы же на этом, не знаю, просто тучи прилетали или, может быть, дождь капал. В первые дни, да? А потом не было, да? Мы это уже спрашивали. Не было. Я, может быть, спрашиваю, просто я, может быть, забыл. Пожары были независимо от того, был дождь или не был дождь. Почему мы выходим из этой канализации и направимся в дом Дварфа? То есть... отправили помыться и мы такие... Мы пришли. Вашот нас почистит. Но Вашот почистит там ботинки, потому что все остальное, скорее всего, не пачкалось. Ну, мы-то просто провонялись, типа, ну... у нас просто воняет канализация. Ну, если что, Вашот явно будет чувствовать воня для нас канализации. Если что, канализацию почистит. Не переживайте. Канализацию нас почистит? Да. Не саму канализацию. Вашот отправился на десятигодичный квест вычищать канализацию. Он там поставит фильтры, фильтры, всякие... очищающие станцию. Да, да, да. Итак. Дом Дварфа? Дом Леди Эльдерики с неизвестной фамилией. А по времени суток еще не вечер? Еще не вечер. Еще не вечер. Сейчас это около обеденное время. Ну, после обедения. После обедения, да. Итак, куда вы направляетесь? Ну, в Блум Леди Эльдерики. Да. Хорошо. Снова своим маршрутом, с которым вы уже знакомы. Мимо прилавков, мимо жилых домов, мимо стражника, который вас опять завидел, как вы помахал. Вы снова в высоком городе напротив бывшего дома Дварфа. Брандимус. Парапольки висел. Подергаем за колокольчик. Дзинь-дзинь. Кнопочку эту. Да, спустя пару минут знакомый вам дворецкий направляется к вам к твоей медленной, но и зящной походкой. Подойдя к вам, он достает платок, направляет его к носу и говорит «Я так понимаю, вы до сих пор не воспользовались милостью моей госпожи?» «Мастер, мы к моменту, когда вы пришли, мы уже почистили». А. Да. То есть, мы вышли, прошли, поняли, что типа от нас воняет, не свердит этим запахом, пошел же на запах. А, у тебя заклинание против этого есть. Да, у меня есть контриб. Да. Хорошо, тогда всего этого не произошло, и он. Господа, чем я могу вам помочь и дам? Кажется, мы вернулись быстрее предположенного срока, и можем обернуть одолженные вещи из того странного помещения, и возможно поделиться некими нашими находками. Я должен поинтересоваться, являются ли эти предметы проклятыми, или за ними кто-то может явиться. Я сильно в этом сомневаюсь, поскольку они принадлежали тому самому дворов. Не существует магии, способной типа это так ведь? Проверить. Не существует магии, которые может проверить проклятые они или историю. Нет, историю может, но проклятые они или нет. Их все свойства точно. В любом случае их не стоит носить, эти маски. И на этом все будет безопасно. Ммм, как интересно. Ммм, хорошо. Он в этот раз достает этот платок, выкладывает его у себя на руках и говорит, положите сюда, пожалуйста. Ну, там, видимо, эти крупные маски ему складывают три штуки, как-то вешаю и цепляю, чтобы они держались в нем на руке. Интересно. да, он такой очень интересно. А вас что-то еще беспокоит? У нас есть одна просьба. Я локтем тыкую марку. Как интересно. И какая? Ну, озвучи, мой друг. Ну, как бы, ладно. Смотрите, решая эту загадку, у нас появилась еще одна загадка, которую мы хотим решить. Я так понимаю, вы только занимаетесь с ним, решаете загадку? Да, у нас такое хобби. Так вот, бывший владелец этого дома, возможно, у него остались какие-нибудь книги или дневники. Если в целом это существует, было бы очень здорово, если бы дали нам это предать. Потому что потенциально у нас есть некое существо или дух запертый в стекле. Или может быть там что-то ужасное, что нельзя освобождать. Или что-то благородное, что наоборот надо освободить, но рисковать все же не стоит. Поэтому мы хотим подстраховаться и сделать хороший поступок. Из того, что мне известно, господин Брантимус никогда в своем доме не канил никаких своих изысканий. Этот дом уже покупался без них. Либо тот, продавал этот дом у себя оставил эти материалы, либо их тут не присутствовал. ну, чисто гипотетически, что если мы заглянем завтра и вот как мы искали эти ключи, я Башот покажет на руку, которая держит все эти маски, попробуем поискать вот так, а вдруг дневник я будешь искать? Башот, мне кажется, ты не найдешь так ничего. Если ты будешь искать книги, это очевидно у хозяев этого дома хватает книг, но... Если будешь искать дневники, я думаю, у хозяев найдется достаточно дневников. А если искать дневник Брантимуса? Нет, так это не работает. Я, конечно, верю в твои магические способности, но не встречался еще ни с одним магом, который был способен на такое. Ну, возможно, возможно, такой маневр, конечно, может сработать, но... Это будет смешно, если в этом доме будет еще парочка секретов. Ну, просто вдруг... вдруг мы будем знать, что этот дневник существует. И что дальше? Он существует где-то в этом доме. Если не ошибаюсь, вам нужно знать, как он выглядит. Вы знаете, как он выглядит? Вообще не знаю. Ну, вот и все. Ну, ладно. Тогда от имени хозяина этого поместья я откажу вам данной просьбе. Ладно. Может быть, если узнаем... Короче, я подумаю об этом. Вообще тут не рассуждать. все сегодня с нас хватит. Пойдем отдыхать. Да, мы попробуем разгадать тайну этой сферы. сферы. Благодарствуем снятий. Ларинту ключей, так сказать. Пожелаем от имени владельца данного особняка я передаю вам спасибо, что сдержали свое слово. то, что этому дому ни роду обладающему им не было доставлено неудобство. И примит с вами дела. С вами тоже. Надеюсь, надеюсь, еще встретимся не раз. А у Марка на вот этом развивающемся флаге там написано, как это есть знак. У нас нету слов. Просто знак. А, окей. Ну, если там висит, как у шерифа, в этом духе, соответственно, я там заметил. У него буквально флагшток за спиной. Да, у меня буквально флагшток за спиной, я с ним хрен подстать. компас, как мы. Хорошо. Мы будем знать. А во что-то обращается к нашей команде? Нам нужно этих парой этих красивых куриц с собой захватить. Что ж, большое вам спасибо и откланяемся и пойдем по своим делам дальше. Пошли, пошли. Вот кое-что мы отходим особняка. Слушай, на тему куриц. Я думаю, что можно пройтись здесь по местным прилавкам. Много приезжих всяких товаров продают. Я думаю, там найдутся всякие перья и так дальше. Можете набрать перья и прочее. Может быть, какой-то маленький камушек для глаза. Птицы там же два глаза, один из которых выпадает. Все верно? Да. Нет, у меня один глаз. И он выпадает. Или два глаза? Один глаз. Один глаз у него забрали. Макс? Я пытаюсь помнить, я говорю, что один забрали? По-моему, нет, он не попадал. У него есть два глаза, один из которых выпадает. Какой короче не окончательство? Не знать, не отрывать глаз, который выпадает, всунуть туда камень, что ли? Не, я думал, там вот эти бандюганы пришить надо. Бандюганы решили 15 лет назад, я думал, что они забрали у нее один глаз. Нет. Ну, тогда все отлично, у нее два глаза. Ну, я могу уже что-то не помнить, но, короче, возможно, я имею ввиду глаз, который выпадает. Ну, у нее, сколько я помню, у нее надо просто себе взять пару ремешков кожаных, да я что-нибудь сварганю, чтобы у него не выпадал этот глаз. Крючу репу с первыми что делать? Их же так просто не воткнешь, у нее кожи нету ни хрена. А это придумывать надо, какую-то ткань, а потом в эту ткань перья напихивать. Короче, я буду это в голове у себя идти и раздумывать, как смастерить эту всю хрень так, чтобы она плюс-минус адекватно выглядела и вообще работала, чтобы эти перья не разлетались у всех сторон. Мой план такой, что это должна быть какая-то ткань, которая... Какой фазанф? Ну, моя детка, я понял. Это, скорее всего, должна быть какая-то ткань, которая будет работать вместо кожи у нее типа на крыльях, в которые будут напиханы перья. И напиханы туда либо пришиты, либо приклеены чем-нибудь. Скорее пришиты. Есть клей? Ну, пришивать. Пришить и проклеить его. Типа живот или как так называется? ... Насколько красиво хотите сделать и сколько денег потратить? я не знаю. Я такой... Ну, ребят, я готов в это дело вложить, ну, скажем, от себя десятку золотых челы. Я в целом хотел просто как понять. Есть фазаны, они достаточно красочные. В целом и зеленые, и желтые, разноцветные. Просто взять птиц 5, они вполне недорогие по цене куриц, условно говоря, ну, может, чуть дороже. А вам? Ну, да. Тут они есть? Они не точно дороже куриц. Ну, окей, они, типа, дороже куриц, их едят. Тоже, типа, как и куриц. Типа, они, может быть, не столько яйца несущие, но зато красивые. И в чем прикол. Куриные перья и перья такие, как попугаи, это очень разные перья. Например, вот какие-нибудь гусиные перья могли бы подойти, потому что они по размеру как бы небольшие. А куриные перышки, ну, ты, они маленькие, ты на попугая не вешаешь. подойдите. Ты говоришь про маховые крылья, крылья, чтобы ему собрать. А в целом у него есть голова, грудь, тело. Это все тоже нужно сделать. Ага. Я про функциональные участия, чтобы это хоть как-то выглядело как птица, а ты чисто за косметик вот это. Мы можем вообще обшить бисером, если он захочется. Ну, тогда давай еще несколько гусей возьмем, просто перья покрасим. О, не, это халтура красить перья. Тихо, блин. Если уже делать, то надо поискать что-нибудь красивое. Да, лучше уж купить. Еще десяток добавить. Ну, я думаю, что уже на 20 золотых мы, блин, три новых попугая купим и соберем целого нового. я знаю, ну, я думаю, да, можно прям пересобрать этого попугая как старую телегу. У нас у Марка есть бюджет нашей компании. Вот, короче, пусть он просто выделяет и не будем париться за монет. Как будто я мой главный богач. Ты у нас главный богач. У тебя же общие банки, я так понимаю, там где-то есть. Нет. Я все разделяю между вами, между нами. Понятно. Ну, значит, просто сбросимся. Короче, тогда так. Мы знаем, что минимум 20 золотых у нас на это дело есть. В общем, Макс, все очень просто. Идеальный вариант найти какого-нибудь тушку мертвого попугая такого же самого, чтобы просто пересобрать этого из старого попугая. Ко всему этому делу нужно купить еще, собственно говоря, ткани, веревки, нитки, такую всякую хрень, чтобы ему условно кожу сделать. Вряд ли, конечно, это позволит ему летать. Если получится так, чтобы он вообще еще и летать начал, то это вообще будет верх пилотажа. Ну, типа, я думаю, задача минимума сделать, чтобы он парил. Ну, типа, хотел парил. чтобы он парил, чтобы он мог, чтобы это было хотя бы чуть-чуть функционально. То есть, если нужна какая-то ткань, которая там будет менее воздухопроницаемая или чем-нибудь ее замазать. Ну, короче, вот для этого нужны материалы. Что к парусину купить? Паруси на тешевое. Паруси на тешевое. Там денег кладут. А, ну да. Скажи, сколько на это дело надо. Потому что у нас, у нас есть сейчас точно гарантированных 20 золота. Если на эту хрень нужно больше, то я думаю, мы наскребем больше. Если, ну, по-моему, это вообще 20 золота это дохерище. Я думаю, что на дого попугая... Мы там, типа, можно на попугая... А здесь... Думаю, это можно сделать. Да. Походя по прилавкам в 4 взорах вы нашли невероятные редкие ткани. Даже нашли отдельно продающиеся перья попугая. Классно. Они вас уверяли, что из таких идеальных можно стрелы делать. Вот. И собрав все вот это, то есть Дельвей сходил каждую вещицу осматривал. Это заняло вот оставшуюся до вечера половину дня. Собрать нужное количество материалов, из которых можно сшить... Ну, наверное, все-таки это чем-то одежду напоминает. То есть какие-то протезы, которые чем-то пошиты, которые можно на попугая одеть. И даже, в принципе, какие-то летные качества у него будут при этом. Ну, это скорее именно как протезы, которые не то, чтобы одеть, а именно как бы вшить в него, потому что как бы это же скелетик, на него можно просто что-то нашивать. Ну, то есть... Ну, если на кости можно что-то нашивать, то окей, хорошо. Я просто может там перемешки к костям их приеду. Нет, так прямо просто нашить, прямо нашить на него эту штуку. Приклеить. Ну, не поделать его, а вот, типа нитками, типа как обвязать вокруг костей, чтобы она удерживала. иголками тыкать. Не надо ни кто прокалывать кости, бляханутор. Просто нитка, типа, снова говоря, привязать, а к ждям все это дело. То есть, как бы, это несъемная протеза. Вот так. А если вдруг что-то заменять надо будет? Ну, будем отшивать и пришивать новую, заплатку пришивать, что-то ему сказать. Хорошо, и у вас получилось в принципе очень красиво. Или мы уже успели и саму попугая обшить? А, типа, на ночь глядя вы уже подшили самого попугая, но уже спектак. То есть, Дервейс вечером сидел, развлекался с попугаем, обшивал его этой всей историей. И попугай такой, о, дружище! Невероятно. Смотрите, слово держите. Он такой, ну, у него не получается взлететь, но, по крайней мере, спускаясь с тумбочки, он довольно-таки медленно приземлился. То есть, какие-то возможности планирования у этой инструкции есть. Отлично. Сабрина, что такое? Я просто Владу услышал. Нет, это я хотел ставить пять копеек по-воду того, что раз мы целый день, ну, типа, часть дня ходили по этим рынкам и прочим, можно закупить какое-то базовое снаряжение по-воду того, с этим всем. Окей, дальше. И еще, как я говорил, что я хочу ему сделать так, чтобы у него глаз не выпадал, такую, знаешь, как пиратская повязка на глаз, но только искусственный ободок для глаза, чтобы он, знаешь, не вываливался, чтобы он мог в нем крутить, его что-то видеть, да? Да, вклеи его туда. Кого вклеить глаз, чтобы он крутить не мог или что? А я про это и не подумал. Угу. Ну вот, короче, это предыдущая конструкция на 9 золотых обошлась. Так что, то есть мы 10 золотых, и так, короче, Марк, с тебя пятеро. Хорошо. Ну, и пятеро. С Марка взяли пятеро, а я пятеро сейчас кинул. Так, 9 надо было. 9? 9. Ну, значит, с тебя 4, так и быть. Хорошо. Ох. Итак. Так, у нас теперь есть попугай, который выглядит как попугай, и у него на глазу такая надетая, пиратская такая повязка. Ну, не сказать, что он выглядит как попугай, ну, да. Почему? Мы его из перьев попугая делали как попугая, максимально, типа, попугая подобно. Ну, попугая подобный. Хорошо. Ну, идея была в том, чтобы оно выглядело максимально натурально. то есть, как бы, это не просто кожаные, как бы, протезы, крылья, там мы не просто так перья купили, да, то есть, как бы у него... То есть, вообще идея была в том, чтобы для того, чтобы понять, что у него протезы, а не настоящие крылья, нужно было бы там, знаешь, ты типа прям залезть, там приподнимать крылья, приподнимать перья, смотреть, как они там выглядят. Я хочу две копейки вставить. В целом, это некая таксидермия, по которой непонятно, живое существо или не живое. То есть, если ты говоришь, что у нас получилось хорошо, то это вполне себе выглядит, как живое существо, которое разговаривает. Если у нас получилось, как сратая леса из мема, то типа, ну, это вопросики. Да, это вопросы. Как у нас получилось? Ну, что-то посередине между сратой лесой и тем, как надо. Потому что, все-таки, лисе не надо двигаться, а тут попугаи двигаются. Но в целом, это значит, выглядит, как просто немного сратый попугай. Вот и все. Сратый попугай. Сратый попугай. Это сильно. Ну, во первых, сратый, не моргающий попугай. Ну, с крутящимся глазом в скляночке, да? Ну, почти, да. Ладно, с доброй волей задавайте вопросы, которые вам надо было и махает в крылок. А, рецепт вот этот. Что рецепт? Который нужен был вот этому ветерку. Ну, на какой странице, я не знаю, но, скорее всего, вам нужно либо драконий энергии по нему воздействовать, либо элементальный. Так, элементальный, это типа условно... изначальный ветер, изначальный огонь, изначальная вода, изначальная земля. То есть, если Карнс сам на него подует? Ну, я не думаю, что Карнс изначальный ветер. Ну, он как бы дух ветра. Карнс, возможно, сработает. Ладно. Заглянем к нему позже. Хорошо, я нарезался. Надо, что дракон на него пописал. Ну, получается, это были не шутки. Это были не шутки, да? Да. Будет у нас бочка в драконе мочи, мы могли бы окунуть туда эту книгу. найти то, что надо. К сожалению, бочки драконьей мочи у нас нет. Да. Или к счастью. Или к счастью. Хороший вопрос. Кила нужна для подобных изысканий. Каких изысканий? Изысканий. Найти нужный рецепт книги. Ага. Не, ну сидеть, листать странички, дуть. Листать странички. Я, конечно, не уверен, но по-моему, ранее мы сговорили, что эти страницы даже в лаву опускать могут. Ух ты. Пожалуй, проверять пока мы этого не будем. господи, видимо, это будет веселое развлечение, макнуть дневник во все субстанции, которые мы найдем. Я даже представить не могу, во что мы соберемся его макать. драконьи, драконьи мочи уже договорились, это сказать топ-1 приоритет. Моча дракона, као гоблина. Классно. Као гоблина, это как, ну понятно, моча дракона, это энергия дракона, као гоблина, это что, первозданная земля, что ли? Но, я думаю, это энергия, энергия хлебного паштета. Энергия кожаной башни. Это другая субстанция, Макс. Тоже дракона можно выторговать, но... Она в земле гоблина выбывала. Ну да, ну да. Марк, Марк, я, короче, тут думаю, какие мне сглинания завтра заготовить. Мы ничего не будем искать. Хочет дротильников разве что. Ну, мы надеемся, что завтра будет дождь. Но я не особо метеостанция. Моя древес такой высунется из окна, оближет палец, поднимет его в воздух. Итак, что говорит моя внутренняя метеостанция? Сурвайвл или что там бросается? Давай Сурвайвл. Да. Да. твоя внутренняя метеостанция говорит о том, что завтра будет дождь. Но насколько сильный неизвестно. Сурвайвл. Господи, по свежему ветерку и кучерявым облакам могут утверждать, что завтра будет дождь. Я узнаю, насколько сильный, конечно. Ну. Ну. Слышал, Вашот. Видимо, мы будем разбираться с козлами завтра. Всех козлов перебараним. Ну, и всех баранов закозлим. Всех баранов закозлим, однако. А Влад вообще с нами и опять молчит. А что мне делать? Никто не нападает. Не знаю. Общайся. Инициатива ноль. Смотри, на защиту. Смотри. Кидаешь инициативу и общаешься с остальными. В порядке инициативы. Окей. Подхожу к Вашоту. Начинаю сбивать его ногами. Эдельвейс с удовольствием и упоением спокойствия души просто любую с этим делом лежа на диванчике. Короче, господа. На что делюсь с ногами? Спасибо. Это уже взрывай. Спать. Попугаи, наслаждаясь новыми приобретениями. Попугаи уже давно с кровати на кровати скачет. Классно. Я правда помню как его зовут. С расправленными крыльями. Попугаи зовут и он сам приходит. Птичка Ларри. Вот. Да. Ларри красивый мисс... Ммм. Ну, видимо, мы варимся спать. И... это все на сегодня. На сегодняшний игровой день. Тем, расходите. Расходите. Да. Сегодня был продуктивный день. У вас болеют кости. На улице завывает ветер. Вдалеке что-то сверкает. Кажется, это сверкает молния в ночи. Пошли искать безумцев. Как там девочка звали? Иоанна или как ее звали? Илона. 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 Илона Маск. Понятно. Илона Маск. Вот. Ну, вдалеке огнем. Все хорошо. Это ночью. Ночь. Да. Вечером. Да не уже ночь. Вы попугаем по одной не закончили. Карти, что-то в городе гори. То есть мы ночью видели в синие вспышки. Нет, в красной. Красной вспышки. Да. Такие выглянули в окно пожар. Да. То есть кто-то пободяжил фаерболами и начался пожар. Невероятно. А погода такая же вот типа как как Эдрис описал то что все постепенно собирается на завтрашний дождь. Ну, там небольшие облачка летают, из них я думаю не выпадет дождь, но облачка налетали. Я думаю ваш будет против вечерней прогулки. Сабрина, хочешь с гопникой пообщаться? Какой цель? Не хочешь. Понятно. Вычеркиваю. Пожар видишь? Вон там вот. Ну, вижу. Вот, возможно гопник. Давайте разобраться кто делает пожар. С тем же успехом мы можем пройти на место других пожаров и поспрашивать чего было перед пожаром может что-нибудь бабухало и получил чуть больше информации. давайте спать завтра. Верим, что дождь потушит пожар. Или люди. Потушит дождь. И так. И мы можем спать. Вы спите. Все хорошо. Иногда доходит запах гари и наступает утро. Вы просыпаетесь. мне подавал три туч за ночь. Ветер поднялся. Снова знакомая вам мальчонка ходит. Рассказывает слухи. Вы прислушиваетесь? Да. Обычно да. Да. Вермер Белл несколько дней назад обнаружил тысячи мертвых птиц на своем поле. Некоторые говорят, что видели человека разрывающего могилы на кладбище в последние несколько ночей. И мрачный полурос ой, извиняюсь. Мрачный полурос ли кузнец нанимает рабочих. Не говорят для чего. Сами сходите и узнаете. Все. Да. Интересный конечно городок. Теперь уже кузнец что-то там набирает. До этого шахтеры, теперь кузнец что-то мне подсказывает, что это как-то связано. Возможно шахтеры что-то раскопали. За сегодня 23 сентября 7-го 8-й день. 8-й день. Прости, путаюсь уже в твоем календаре. Вчера наступил 8-й день и сегодня он продолжается. Что, блять? Ну только что-то он закончился. Нет-нет, тогда, когда мы говорили, помните, когда мы на пару секунд прервали наш разговор о сфере? Да, задумались немного. И когда мы его продолжили, наступил 8-й день. С того момента он продолжается. Все, я понял. Я понял. Когда мы останавливаемся, чтобы немного призадуматься, начинается новый день. Я понял. Да. Я понял. Но в этом есть какой-то смысл. У Сабрины дни дрятся по моментам, когда мы серьезно задумываемся. Ясненько. Моим подсчетом начался пятый день. Ну вот, я твоим подсчетом больше верю. Потому что мы прибыли в дурон 18-го, а сегодня 23-е, как бы. И все сходится. Вы там же бабки платите, да? А, господи, бабки. А сколько там за ночь? 5 серебра мы платим за ночь? Вроде да. Платите по 5 серебра. Бабка уже к вам привык. Давай. Мне не хватает денег. В смысле, у тебя деньги закончились? Нет, у меня достаточно количество золота, но серебра нет, и у меня Фаундри написал, что у вас не хватает денег. А там можно поставить гаучку. Да, я забыл ее. Видимо, я такую шутку провернул с бабкой утром, типа, бабка, у меня не какой-то денег, чтобы заплатить. Собрал, вот золотой. Какой шаг? Вот. Ааа. Погода такая немного дождливая, полагаю. Да, вам даже кажется, что местами дождь идет. Вау. Ну что, пошли искать поле, господа, после завтрака. Да? Куда одеваться? Куда одеваться? В поле одеваться? Ну, значит, так и делаем. вы завтракаете ватрушками с творогов. Вау. Видимо, что-то собираете. На улице люд, толпицы куда-то направляются. А вы идете из города. Что-то делаете, по-моему? Да, мы идем из города. Мы идем из города, и, наверное, будем сказать, какое-то место чуть более открытое, возможно, на холме. Да, идеально какой-нибудь холмец, полянка. То есть, типа, либо что-то прям совсем открытое, либо какой-то холмик подальше от города, чтобы на нем установить наш великолепный громоотвод. Нам нужна условная арена хотя бы футов 50 радиусом. Идеально больше. Идеально больше, что бы, так сказать, ничего не притягивало молнии. Вот. Найдя местные возвышения, которые раньше являлись, судя по всему, какой-то расколотой горой, поросшей травой, вы находите подходящее место. Так вот, давайте фигану вас, что ли. Идет дождь. Да, древес накинул себе на голову плащ, по которому стекает, собственно говоря, вода. Несмотря на то, что этот плащ выглядит, как половая тряпка, которая должна все в себя как бы всасывать, но как ни странно этого не происходит. Так. Перезагрузить надо или как оно еще работает? Открыть нам grassfield, я уже вижу grassfield. Ай, я понял. А перетянем grassfield? Не, у меня сервер в сторону себя вел. Сейчас мы себе токен перетянем туда. Тьфу, я свой токен поставил. Куда себя поставить? Ну, вы можете поставить тебя куда-то хотите. Я немного сеткой, короче, нажал и не смог спать. Она вниз немного странно работает. Да, у Макси все нормально. Просто у тебя на картинке сетка и еще сетка с самой игры. Да, 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 да. Ну, это херня, я думаю, что нормально. Количество клеток правильное, но там какой-то нескольство в пикселе. Да, где-то по пикселям какой-то проеб непонятный причем абсолютно. Ну, там где-то расхождение в пиксель максимум 2. нет больше чем в 2. Нет, что-то даже не в пикселе, там где-то в полпикселя расхождение, которое не сплоит. Слушай, там типа очевидно расхождение начинается где-то на 6-ой клетке слева. Ну, типа на 4. Как на последнее, ведь последнее на упор это выглядит, потому что там уже куча клеток в итоге происходит. Типа у тебя есть сколько-то почти 20 клеток сдвига. для упора то есть я понял, ну да. Так, ну шоу, я так понимаю, что мы прямо на верхушке вот этого дерева подождите. Вот, вышли и с данного холма видели, как местные небольшие деревеньки, некоторые из которых находятся вдоль дороги, некоторые находятся поудаля, имеют сошенные дома, которые некоторые как будто бы раскурочили изнутри. они сейчас горят? не горят, сгорели давно. Мож изучим их. Так, бессмысленно. Думаю, бессмысленно. Что, 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 это высока точка? Прямо вот на это дерево просто повесить, вот хреновина. Ну да, могу залезть, дерево должно быть высокеньким, могу установить на него. усвоимся, что это тут вся зона, это вершина холма с какими-то только там камешками, типа. Это выглядит скорее как подъем, начало подъема на гору, но я думаю, что мы договоримся, что это вершина холма. Договоримся. Что-то я сейчас немного затупил, я искал тандер демаж оказалось по фендере это соник демаж. Да, это соник. точно. Дай нам токен палки. Или нарисуй нам палку. Я вообще нарисую палку. Не кожаную, Макс, не кожаную. Ну типа, я залезу на дерево, установлю там громоотвод, если надо будет, я его подвяжу. А карта есть на grass field? В смысле? Ну да. Токен поставь. Ты не видишь? Нет, у меня ничего не видно. А тебе нужно токен скинуть себе справа. Я приеду с токен в ашоте. Поставь токен в ашоте. Я поставил в ашоте. А теперь, если ты еще перейдешь со старт скрина на grass field, то вообще будет классно. Да я давно перешел. Я перезагрузил. А, у нас показывалось, что ты все еще на старт филде был, а сейчас ты вообще выпал. Я сейчас не обновитель нажал. Ага. потому что при обновлении ты выходишь. Как отменить рисование у ёба? Пульс шло. То есть. ты полигон рисуешь, что ли? Ну, типа, да. Как его отменить? я думаю, что если нажать Enter, нет, пробел, нет, Control, нет, шлиф, наверное. ПКМ обратно. ПКМ убирает последнее. А, по-моему, нужно заказать. начало, нет, тоже не рапылять. Интересно, хороший вопрос, хороший вопрос. Давай придумывать. Я не помню. Двойной клик. А, вот, спасибо. Вы поставили палку. Громад, вот. Так, ну так и быть. Так, сними игру, пожалуйста. В чем у тебя есть С рисованием? Нет, а просто полигон рисовал, а не свободной рукой. В этом же прикол был. А, чтобы закрутить рисование полигона, двойной клик нужно сделать. Окей. Ну и я как бы установлю этот громоотвод. Свалю от него немного подальше. Угу. Сабрина спрячется в кустах. 40 футов в метрах это сколько? 15. Стой. 15 метров. Ну это довольно близко так-то. Может ебнуть. А, блядь, что за? Я так понимаю, что здесь эти камни как-то относительно на возвышенности, куда я еще поднялся, если что-то есть. Ну да, там где-то 10 футов возвышенности в принципе есть. Отлично. Вот в этих кустах путь прячется. Хорошо. А я вот в этих кустах. Там тоже прячется? Нет, может прячется за Сабридой. Да. У меня пес прячется в тех кустах, а я прячусь в этих кустах. Я же могу из этих кустов потом нормально. Я вижу полностью дерево, и что под деревом из этих кустов. Да, можешь. Хорошо. Мне не мешают вот эти вот камни. Ну ты же типа игнорируешь игнорируйте не полноценный. Нет, укрытие. Я консюмент игнорирую, а не укрытие. Ну тогда ну там скажем так, если рассматривать так, где там линейка. Хорошо, Макс, не проблема. Я в этих кустах. То есть рисуем сферы взрывы. где взрываются? Взять! Где линейка? Линейка с токен-контроллером там есть линейка. Макс, я переехал в кусты, с которых мне точно ничего не должно ничего загрывать. Он нашел. Вот, смотри, просто отсюда, если бы ты вот смотрел вот сюда вот, вот эту зону, то у тебя мешал бы камень. А там, где я сейчас нахожусь, не что-то мешает? Нет, дерево только. Ну, понятно. Но если ты будешь стрелять дерево и с ним ничего не случится. Я понял. Отлично. Вот сюда я могу стрелять? Ну, у тебя дальность хватает? Ну, у меня хватает, 200 с хером футовый. да, но... Все. Я готовлюсь ко всему тем, что я сниму штандарт у себя из-за спины и буду держать его низко к земле, чтобы он вообще не работал как еще грамот отвод. Хорошо. Что-то еще? Прижиматься. Я сижу на корточках в кустах. Спрятался. Пес тоже сидит на корточках в кустах. Спрятался. Вошел, спрятался за Сабриной. Вне кустов. Сабрина в кустах и вошел снаружи куста такой за Сабриной. Что-то еще? Ждем. Идет моросяк. Грома не слышно. Вы ждете. Идет моросяк. Где-то в небе летает стая ворон. Но тучи сгущаются. Вдалеке вы слышите волчий вой. Погода становится хуже и хуже и тут начинается очень сильный дождь. который отклоняется еще более сильный ветер. Вы все промокли. Даже возможно дрожите от холода. Прошли уже часы. Время близится к закату. Что-то еще будете делать? Нет. Я буду кушать бутерброды. И дожди. Скушу свои типа в смысле у нас же туристические рюкзаки которые должны быть типа непромокаемые. Туристические непромокаемые рюкзаки? Ну если они прямо из кожи сделаны плотные то они непромокаемые. Ну в смысле если ты их опустишь под воду то они конечно воды наберут но типа дождя они под таким дождем ну ладно. Бастер я там за расчеты скинул скрытность. хорошо мы там все должны тебе скрытность. Просто типа Илья к чему Марк только достает бутерброд и он сразу мокрым становится. Вот настолько и дождь. Так почему например у меня на голове накинут капюшон я могу согнуться и прямо сверху уйти. Я когда мокрый буду мокрый меня устраивает я буду есть типа не под водой но это не так есть сухое неприятное так оно хотя бы нормально размекает пока ты держишь в руке удобно слушай что придумал пашот а ты дом можешь сделать ну если изучу заклинания то да ну вот еще раз попробуй титр на твой сможет может нужно будет поставить этот самый ковин на дом ну ребят может очень громко говорить потому что не слышно сабрина может я палатку поставлю сабрина шепта нет вкусный бутерброд вкусный на воде сэкономить можно удобно сэкономить я видимо покушаю свои бутерброды чуть-чуть мак замож эту умилительную музыку поменять на музыку ливня или что-нибудь в таком духе потому что ливня нет сейчас поменяй потому что это как-то немного выголивает из атмосферы это музыка бутербродов это нормальная атмосфера типа приключенцев ливень дождь ад типа рай все нормально кресло качалка дождик пледик камин пледик вот это такая атмосфера в небе я кого слышу я устрою пады я вы а то вот в небе слышны раскаты грома а потом вы видите вспышки молний которые происходят в небе это не одна это дверь иногда три даже четыре одновременно вспышки вы ожидаете вспышки продолжаются и тут одна из вспышек бьет ваш громоотвод и дерево загорается но ничего не происходит что-то делаете который смотрит на горящие дерево пытается рассмотреть среди огней козла ты не видишь там козла зато ваш громад вот горит он как он из железа сердцевина деревян его обмотали в железной провоке а а и сходи потуши я думаю там и все дерево не надо полыхает дерево полыхает ну я прошу идет проливной дождь то есть оно так то полыхает она но недолго должно полыхать она перекрикиваетесь или что ну да нет я говорю тишина на ушко чтоб он пошел потушил а я кричу что делать будем молчать сейчас его потушит это что что чтобы понимали я там особо ты не прячусь в этих камнях и кустах я просто типа встаю и озираюсь по сторонам понять что происходит вы ничего не делали ну нет видимо я ищу козлов в них я еще козлов на земле я козлов на земле еще мастер по твоему описанию интересно что очень дождь который за секунду мочит соответственно как бы мы не предпринимали дерево отлично горит если мы предпринимаем подпитки потушить то они настолько тщет бесполезны да последний с этим дождем кто дождь должен по идее потушить это александр не ко мне вопрос ваши персонажи решают тушить или нет я как мастера вам говорю типа действия ваши почему-то привели либо нет не надо мне говорить мастер ты что от нас хочешь чтобы мы начали тушить нет я не хочу вас этого я хочу чтобы вы сказали мы тут же мы не тогда опиши нам что вообще происходит прошло пару секунд только Максим ты что-то от нас хочешь да Макс ничего от нас не хочет он уже начал говорить про вторую молнию блядь доспех Сабрина вдруг начал искрить потому что молния в небе отлично отлично может металлический доспех и металлический мяч и металлический щит беру вашу то чтобы за руку чтобы заземлиться а лучше за горло ваш самый длинный хер он вверх выставляет поэтому молния ударяет второй раз вы слышали что молния не бьет в одно место дважды ну тогда она ударила и так первым был я вот это вот то опять кто же это какой ему козл козл это козл аллигатор это козл аллигатор козл аллигатор козл аллигатор дритв тыс козл аллигатор я короче подписан на группу называется шлака блок алли козл там в целом весь контекст убедительный покой алл козл практически и не товарищи это л козел у него после убийства высыпается вот это правильный козел а к чём разница ни в чём просто типа один от вас был спрятан на второе зачем-то только что будет классно покажи нам на весь экран показала так вот но я сейчас процесс инициатива разбираюсь битый файл поздравляю таки это корреля александр перезагрузил тебя браузер считает что недоверенная типа этот принцип господи я доверяю тебе тоже самое но картинки биты почему вы перед собой видите рядом с падающим деревом действительно тушу козла из которой торчат ноги то есть передние и задние лапы какого-то аллигатор по всему телу проходят молнии вокруг его рогов эти молнии искрятся создавая какую-то сферу в его глазах также сверкают молнии он смотрит вашу сторону и помимо того то что он появился вместе с молнией звука волна задевает те кто был и делись и футах этим по телосложению буквально спас чего рефлексов я так понял что я сделал спас скрытые при чем-то как обычно это весь никому не доверяют на счет хотел бы hero point потратить в небо зелено было что другое кидал эти инициативу кидал подожди не я еще не сделал спас а что-то короче прилетел очень сильная пода шут перебросла до гарантированный крит провал а мы когда hero point используем уже не можем в два раза нет нет не может два раза дайте речу они стил бросать да 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 не хотите я я просто команду не услышал да вы можете мать инициативу от стал кто прятался все так марк вроде как не может учитывать но слышу что он не прячется не играет поэтому я бросаю персак так вас выставила правильно но должно высокая указала инициатива то максимум не понял просто макс и 2 вообще у врагов очень большой бонус всегда к инициативе не очень понимаю как вытечет вас еще у меня инициатива 20 инициатива 29 чтобы вы понимали так пес крит провал классный вошел от них провал сабрина крит провал марк провал сабрина провал марк провал подожди 28 провал макс ты уже знат свяжуте они это инициатива блин простите простите я чуть не туда смотрю у нас наверху типа так закрепка ласаде начинается всякие вопытался вижу так партитюд сабрина крит провал запомним марк успех вошел провал я просто справа он перебросил 3 провал данте все я рисую просто перемешку за 13 всем козла увидели все хорошо да и так так все кто провалили секрет провалились 13 и sonic урона у марка это по урона и урон сам все впишешь да 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 так марк по урона ваш под мой выбор из всех троих по моему как-то всем приметок писать я это испокою что что-то неправильно саб что провал или просто перекрыт у права обычный провал у меня сокрыт права 13 крит его тоже да и так я у кого просто провал у вас там один так нету ни у кого есть есть без крит 3 крит провала и один успелить провал у кого права вам сабрина вы кто-то а мне это не только смешно перепутался а если только 13 секрет провал подожди марка у тебя нормально да все у меня средства себя спасибо значит стан 2 у всех сами раздавая станы и хотя бы скинет от статусе квадрат в чате же белый мне я щас продам простите у страны очень открыто сабрина вот ваш вот вот пёс вот вас туда его что значит минус жила листы на один фото из а правильного но зависимости от текст если там нету длительность начать просто один ход минус владельцы нет еще 20 минус водитель вас просто оглушила из-за чего вам про сложно передвигаться вы не понимаете что в округе происходит и начинаем бой так бой начался начать encounter encounter так сабрина ваш от вы спрятаны я правильно помню пёс тоже спрятан если он не нашелся случайно я да и так марк ты видишь как козел выражается он будто бы превращается в молнию летящую в тебя он оказывается возле тебя и бодай тебя своими рогами скажи попадаете бы тебе вообще не так 32 это просто попадание это просто попадание так ты получил у тейский противами нет ты получаешь 18 урона через которого урон электричеством от тебя не начинает искрить и после этого от разорота бьет тебя хвостом это крик нормально да ты получаешь думал еще 32 урона и от конец его охота бля пацаны поймал козла классно это весь твой ход так вот это львейса я занимаюсь тем что мере расстояние отлично я тут же беру его так сказать на мушку и сразу же запузыриваю они сразу же запузыриваю начинаем из того что я выберу на мушку провожу рукой по своим луку такое типа на вот и делаю прекрасный выстрел пум подождите-ка у меня по моему баганул чарник сейчас я быстренько и перезапущен у тебя числа нити да у меня такое было это иногда случается все нормально все нормально это когда поп-ап делаешь типа но работает с поп-апа все вот так вот нормально это гениальный предпровал это не промах но у меня на этом закончились в вашу тебя в один да у тебя здесь главное разве нет он начал вот стал уменьшился на 1 нет на 2 он закончился потому что он сыграл два экшен-поинта достану сажал два экшен-поинта экшен-поинтов осталось одна штука стана больше можно убрался мне 1 1 у я вот так пробежать мимо этой тварь я не могу линию посчитать кривую сломаны что мне муж ну а теперь открыть и 20 футов этого так и ровно диагональ через 25 бегу правильно ведь соответственно я хочу добежать до марка и быстренько за что но то есть ты окажешься этом самой вот так окей будет ровно 25 футов да я знаю я тебя начну я могу за действие подойти приход врача вот может приставил не тренинги прокинуть по дороге ну мы увидим а прокинуть меня по дороге вот собственно вашу прибежал и пытается быстро собрать разбирающийся марка обратно заземлить марка так сказать походу на правду фэйл да чё-то я выкинул 18 просто провал да просто провал на тогда собственно херопоинты зачем я собирал ящик херопоинт при а нет я трачу полуросликов полуросликовской очко уходить зала вашу поставил свое очко просто на марка ставить свое очко на мое лечение еще пытаюсь тебе полечить очень эффективно это было очень близко вот полечил тебя я сам себе пишу это да я видимо лечили на 17 урона это так прикольно и звучит исхилд форсов интим дэмэдж не все больше ходов нету да сабрина 1 action point 1 поднимающий у меня все экшен-поинты говоришь ты меньшего от тебя сабрина я и не ждал и я пытаюсь нацелиться на этого парня под понять может быть он слаб к чему-то так это нгм ролл пожалуйста сложности вам надо да мне сложно по памяти не помню сложность у меня интересует меня и какой у меня успех просто успех у меня просто успех соответственно я узнаю и я узнаю его самую большую слабость если у него такая существует у него нет слабость зашибись почему у нас врагов нет никаких слабостей они саня такой блять я взял класс чтобы узнавать про все уязвимости своих врагов и ни на одного врага с уязвимостью до сих пор еще не нарвался и такой блять не пыли с уязвимостью или это же были кристального волю мы фигачи кристально не было уязвимость а когда вещи не было вроде не было она короче я нацеливаюсь на него я видимо выбирают пытаюсь вам придумать слабость и я короче цепляю шнур заземления свой вещь я буду разряжать от козла и себя просто в себя выше на себя я буду жить его в себя да я хочу надо сделать чтобы вы понимали сражение происходит и вы как будто бы сражаетесь с молнией каждый ваш удар в его стороны или его удар отражается вспышками а потом громовыми раскатами я то есть вы смотрите на нее и но писать в темноте кто-то был фонарь включает выключает быстро вот примерно так еще это подлигнет я видимо потрогаю себя за интересные места там где меня поднули бы залатать себе именно эту дырку и это вполне себе неплохо после чего я тащу этому козлу давай это будет это будет нашим козлом отпущения я на самом деле это весь выстрелил и я сбил его стрелу точно это видео конец ходу и так наступает того ход он видит марка ваша то то блин без порта лично так понимаю подняв что видит я дельвейса в душе стрелял но тип того техно чтобы было похоже на бой вот он снова становится молнией но пролезает как будто бы сквозь марка марк попадает и по тебе 25 пакет он делает просто удар по полу но это часть его действия который просто разрешать 25 это просто попаданием просто попадаем так ты получаешь и получать 22 урона а ваш отрядом с тобой получает потому что от марка отскакивает молния и влетает варшота 6 урона молнии и потом подобно молнии это вещество оказывается возле и дельвейс полагаю это движение а ща посмотрим активить значит я ему даю опорту в город это он от меня отпрыгивать прям его крокодилий хвост правильным прям ему хвост и попадаешь это попадание которое носит ему 17 рубящего урона и по нему попадаешь и в этот момент шпера молнии на его голове взрывается громом накрывая сабрину марка и вошел сколько скидать обрину дарки его что-то это короче селишь и бьюкал ешный только ты кнопку нам не может сделать настойки смогу как тут сложность немного больше будет но однако я могу так нажать так вашего ваш фото провал да пошел провал в остальный успех так давайте сейчас по порядку он получать сильно от урона да вот вы получаете 33 урона марк получает 2 ваш от ваше от получает 5 и стан один потому что во всех накрыла сабрина получается в 2 урона звуком это типа произошел равно со мной когда я по нему ударил да и он смотрит на и дальнейший разворачивать своим хвостом и лупать от тебя и это это крит только критует этих потом охренеть ты получаешь 21 урон и на этом конец его хода и дарись весь охуевает от происходящего прямо над тобой возвышается козел и я прямо ему в лицо пытаюсь засадить стрелу и в конце его хода у него новая появляется эта сфера над головой и похер на его сферу над головой я пытаюсь ему всадить в лицо и отнима критически промаху я в ахуе стойки у тебя минус 2 еще и какая разница блять в стойке ред ты посмотри на но и я такой хаха хххх хх хх я отказываюсь из двери к себе бить на на принес схода ваша ваша будет забинтовывать марка то словами что больше и он тебя не смогу полечить и так как мумия я крючка блях критика секс как со мне типа провели потенциальные переломы они тебя продать про тебя много раз заземлили из тебя все электричество скатилось такое вниз да да вы видите марка его фото у которых просто электризована борода бороды и головы и вашего себя тоже полечит до 2 экшен-поинта было всего учти и себе крит и себе крит или давай 28 нормально 28 и с ними себя стан окей я даже не заметил вот такой зелененький тебя экшен это начались пока что мы выдали соком и выдали 3 крит провала он выдал по нам два крита ну просто нормально пока все по плану пока не только два действия на брена ты видела как это существо скакала от одного твоего союзника к другому плюс еще когда по нему попали разорвала грому если заготовлю действие то это использую реакцию когда его использую ну да да и заготовку 3 2 действия сабрина не планирует выходить из куста это понимаю я подойдет вот сюда подниму щит конец вот тебя еще один шума вроде как так стиль делом подойдут ближе так эти камни у нас вообще типа это какой-то перепад высоты или это просто сложно подняться каждый один камень пять путов кусать чиро себе мы их как можем преодолевать просто можно либо по ним лезть до половины скорости если у вас есть лазами либо обходить я просто не уверен по поводу по finder там все могут возить ну ладно это смысле это типа отдельное действие с чеком побегать это типа через 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 вот так да сколько это 105 футов так собственно я восхищаюсь этим козлом восхищаюсь и дельвейсом я восхищаюсь всем видимо я подхожу немного ближе куда-то сюда да я кричу 5 ты где стоял этого я стоял вон там где я показывал до 15 футов когда уж подойду на все добрые 30 вот то те изна с я еще должен как проверить ну видимо делаю еще небольшой шаг и кричу отсюда снизу вверх типа на козла слышь ты ты думаешь что тут самый умный домой тебя в барни урок скрутим и я пытаюсь его напугать тем самым давай вот я там не особо видит конечно но главное что же меня что ты чувствует мой страшный голос хорошо мы на парнем уже ли спуга да а вопрос если эти камни такие высокие то как он прыгнул к дельвейсу как дай мне похуй просто забей у него прыжок на 150 футов не ну просто дельвейс напрямую не мог указал что прийти короче на истин ты разговариваешь с учетом которых по облакам прыгает нет но и дельвейс же по облакам не прыгну но и дельвейс там сидел все время чем проблема и дельвейс стрелять сезу там ну да ну смысле я думаю что камни ему мешают не-не-не-не-не когда же он на возвышение болезнь а окей расхода козел напуган мной немного так чуть-чуть чоком страдает ну минус один всем человеком и сложностям которые у него есть у начала твоего ухода до конца его ухода понятно самый бесполезный испуг делать основа начинает наряжаться молниями так кто там сабрина вошел и просто через дельвейцы делает качок на рейс попадает либо тебе сколько 22 ровно давно попадает как бы больше равно попадает правильно да больше равно попадает ты получаешь 22 урона 5 не кейс против него нет да и он пролетает сквозь тебя оказываясь возле можно ли считать что он пролетает где-то в моих пределах моей досягаемости если у меня варшота но будет бить сабрину своему хвосту еще критуля так чисто сколько это 27 паций сабрин попадание блокирую щитом вау минус 12 урона так минус 12 хорошо это получается получать 7 урона а вошел при этом от электричество который исходит этого косла получается 1 до 6 извиняюсь что сказал 16 против 5 урона она вас к 26 5 урона вы просто видели как он приземляется бороздит землю в этот момент хвост он бьет по стабрине от него отлетает электричеством башота и это конец его хода еще он пролетел сквозь гриф гайф весь такой хах ты козел и моя вторая попытка или уже не знаю какая по счету попытка блять у него выстрелить вроде 4 3 3 3 и это промо у меня есть целых шумбой пёс давай отчукивайся и пёс тратит оба 2 action point а чтобы выйти из стана а нет ни словами у них не ровно старше он разве там же мне надо прожить action point этом проходит 6 секунд и девять он исходит я ребят в начале раунда получаешь один если верить в конце если верить описание то там ты как бы только сжигая action point и избавляешься от стана у меня смешно так работа на имел компании нах короче давайте сейчас пока что так как я сказал у него вся весна и там каждый раз там буквально в описании написано что как только у тебя появляются action point и ты сжигаешь и тем самым понижаешь уровень станд надо учить этот вопрос ну окей кстати да я то что почему до водич ну то есть по хорошему просто очухался да не скоро хорошо странная тема конечно вот почему это имеет смысл ну ну там типа пример станк 4 был приведен да с этим имеется нового счета бежит давно действие застрой действием вы творить закопинание варить и у его это мимо я хочу перекинуть за херу point ванна если еще есть прикидывал дочери воскресенье двойным кликом пожалуйста прокомкой мыши муки ахалах и махалай короче не формина за тревоги эти звуки и вибрации каких и брат все это слышим это мимо да я знаю там написано это все вашу да 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 отошел из кустового кислотная стрела и даже учитывая то что он большой как будто бы как молния обтекает его подхожу поднимаю щит атакую а это мой старый меч мой новый меч твой новый меч а вот и чё-то вот и все работа у нас помимо закрытка да это попадание это 16 урона по нему и он горит нет 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 он не горит он горит он горит он кидаешь вот вот страйк плюс 15 дэмэдж критика вот это все я использую 1 2 3 4 5 и туда у меня не выбрасывается хотя может быть нет он не перетягивается как не перетянуть только страйк вы знаете типа когда я перетягиваю в этот чатик да он мне притягивает вот это меню да да они конкретно удар типа или кто за счет и чарника не хочешь просто нажимать типа страйк ну так быстрее единицу нажал да потом мышкой нажимать еще в чатике да у меня там ему типа можно в чарнике просто мышкой нажать строй не надо 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 использовать вот эти 1 2 3 4 5 да конца шкода по нему попали из чем-нибудь происходит с ним нет для сверху это у него врага взрывается задеваясь сабрину вашу то марка портики цейку расстояние то на взрывается 40 50 все нужно взрывается в первый раз взорвалась когда он только приземлился до на 50 футов когда первый раз все так там нужно кидать кубик да да мы короче поиграли ну сейчас если он я не смогу не добьется то еще что-то поиграем но если у меня сейчас добьет туда поиграли на всем вашу от не скрит хорошо опять один action point остается как раз чтобы сын дрочек приду только дрочкам и смогу принять так вашу это получать чит ты или звукового урона марк марк для провалил до марки развал 4 и сабрина тоже провал вы все получаете стан один ваш от стан 2 так и так так сабрина что полагаю это не физико вот так да там нет этом это электричество и не спалов это не спал они спал они какие-то такая сейчас как тут написано только реакшн даже никаких ключевых больших способность скорее всего до марк мы видим у меня действий хватает разве что ворваться в этого козла козла у него снова сфера в конце выхода когда него ходу до поднешь собринг подбор собственно я прорываюсь да немного в сторону к нему были рисованы мимо дерева ну не ротеть подключили я ему я надо рисовать таскиваем мечом в бочину у тебя скорость бега 35 меня нежный рывок у меня не зубинный рывок да у меня твой меня точно также работает так что да и я невероятно промахиваюсь на этом все получилось шурбят свое было приятно кто из вас интересная цель так вы видите как будто бы молния поубавилась вокруг него это важно как будто бы какой-то заряд закончился и так а сколько вас 4 но пес нет пёс там станет в кустах был там все еще спрятавшийся не знаю сколько у него успешно получила спрятаться конечно вот он снова зарядился молнией и ударяет сабрину начале своего пути на 30 папы попадание блокирую щитом вау минус 12 урона 12 это 8 урона тогда получаешь бра жесткий умеешь блокировать урон молнией я не знаю это звучало как атака ну типа физическую ты можешь блокировать а электрический нет не можешь окей макс это сколько физического урона 44 молнии получать четыре молнии и ничего более да а мы щит получает 4 молнии нет тогда я только я получаю 4 молнии рано да там подальник там 20 урона из которого 16 физического 4 молнии прошло 4 то есть четыре молнии и 4 физического и из 4 мне физического и счету до на и сайт предназначением только получаешь 84 получается получать твой щит так марк ты получаешь еще четыре урона молнии что искрой от него влияю в тебе и позади в баршота оказывается козел бьющий его хвостом но козел по дороге в по время этого прыжка получить по ногам по хвосту по хвосту и я промахив 22 по отце ваш от попадания 18 урон и сфера появляется на 2 голова понятно сейчас убьешь и давить вашу давай вода сейчас все будет давай через контур итак то выстрел на неужели блед критическое попадание на козла отказали ноги он теперь иммобилизирован мобилизирован да его прибила к земле но бросаете вы все телосложения до меня достает или нет за 50 есть зашибись его сфера взрывается накрывает звуковой волной все вокруг него в 50 футах так сабрина провал марк успех эдальвейс успех ваш от успех пока сабрина провал сабрина есть сабрина 8 звукового урона марк 4 звукового урона ваш от 4 и дельвейс 4 и у меня еще есть целый шампуэнс за которые такой песка мне получать да будем огребать вместе у нас становится так я по моему балайз до один ход его может это время до тех пор пока он его не вытащит за одно действие до 10 10 лет 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 литика да ладно а что это карить специализация смотрите по удовольствием ланки решили чтобы чуть там типа его это открывал что и да это стрела которая прибила его хвост в землю там ты теперь ваш шок так пошел понял что сначала набадает того рядом поэтому сначала он убежит а потом скажи со словами часы у нас беру надо слова собрать по всей деревне рассказать и ты скажешь все звука на держи это не было там типа стан 2 я сам успел знать значит он и тогда преуспел да ладно мне кого-то какой-то уебанутый стан на ком-то не нам не были станы я всех снимал когда пропускать я сейчас там такого сабрины ну круче вот я в него стреляю я хочу херопоинт использовать потому что на фига ничего 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 не что не мне есть ну ладно если еще есть послуги господи послали по словам это последний последний херопоинт который вас тут может применить поэтому давай давай в тебе верим пойдем поэтому я гребаному козу во первых это ядовитость стрела третьей ячейки раз в оценке для него реально со всей деревни пособирал это да был это надо еще задаблить и он будет получать в конце своего хода вкусненький урон до 1 до 6 перезистанта 20 с ним нет он критой там только один дышать а там у меня 3 ячейки поэтому нет там типа спал спал дождь растет каждую вторую ячейку то есть и поспал он сам по себе пункт второго уровня он увеличивается только на 4 спл и сеттеру короче ладно 1 раздавал в погоди ты как-то че ты какой-то неправильно кинул ты кидал 3 до до тебя 17 это 3 до 8 а должно быть не должно быть видите там хайтед плюс плюс 2 2 2 2 2 2 чтобы просто саурунда на чтобы отбор 4 а у него хай там плюс один вижу да там из написано дохать у него плюс один но туда ничего интересного 1 до 6 перестала до сходим я сабрина так ну я трачу действия в стан поднимаю щит лечу себя так это сработало теперь я делаю вот это чтобы сделать филинг чтобы получить себе урон конец ходу будем нежитью нанесу об себе урона ма прикинь паладин нежить который пытается себя похерить и такой блях я делаю движение к сабрине и я смотрю на этого казалось крышу его ну давай давай тварь нападай я хочу заготовить действие что ему втащу и как только он окажется моей посягаемость так будет козел урон они творим конце хода ты вождь так первым делом такой типа берет и своим ртом достает стрелу наверное где у него тут а у него есть у него есть скилл опять какая ну 10 10 я думаю он пробросит я дважды критикал 1010 это по сути я не думаю что это меньше десяти бонус если кто-то вообще не тренером в атлетике то шанс есть это просто сжирал кайк что на самом деле было не будет и он со своим тараном влетает в дальвейс понятно смотри как он взлетает прямо рогами взлетает в дальвей то это приятно ребят это не скрит не скрит нихуя сули так и нужно откинуть что он получает 116 и так и у него над головой снова появляется сфера скотина значит за первый свой экшен-поинт я из рюкзака достаю в карман особо не так в кармане тогда я вспоминаю про крикер прекрасную косточку и собак в деревне шар вот и я сбрасываю короче на землю прямо в сторону пёселя вот эту вот косточку которая там с этими прессованная в общем вот такой нашу это приятного аппетита так сказать пёсель жрет эту штуку я по-моему не подготовил эту картиночку она была когда мы в ролке еще играли я понял и у меня еще один экшен-поинт есть и я стреляю в этого чувака прямо в лицо это было бы близко на тебе мудиво да я же ему сказал сожрать ну я-то попал и выстрел это же было после того как я пришел собака сначала жрет а потом я стреляю да позади тебя превращается собака и знаешь что погибает меня серьезно а исполм взрывается громовая волна накрывая какого хера я не получу случилось закончился файт что случилось блять хорошо ты мне хоть у тебя пиши что с пёселем-то произошло да да часто пишу я вначале типа крышу без урона а за собаку кинуть надо как за него кидать с его оригинальной фортитюдом или что меняется как это работает блин я я все хотел переписать но я забывал сейчас вспомним а сколько мы сейчас него плюс 9 сейчас кидать плюс 4 то есть еще добавить 5 это убер-пёс становится очень убер-пёс становится то при плюс 9 местом плюс 5 еще до кинул видимо не нажал кнопочку от ну да это я ну короче там еще плюс 23 получается 3 кита бишь сейчас мы здесь это короче косточка вообще одноразовая пес умирают не просто 1 оказывается тоже 1 косточка 1 разовые плюс одноразовый такой блять какого хера мать его за ногу я стараюсь найти кинтологию наверное но смысл в том то что пёс начинает расти его тело из этого тела начинает вырываться кости создавая что-то вроде кости костяного покрова подобной броне он становится гораздо больше чем он есть то есть его размер увеличивается на 1 это большое лоржовый сеющими зелено-серым глазами становится медиумом потому что сейчас смол да когда минимум это все было от лица сказано от лица вашота огромный пёс зеленая дымка его покрывает и он злобно смотрит по нему спас по воле за ним за него спас по воле его оригинально и воле плюс 5 у него плюс 8 оригинальная воля на 4 встроены значит нет 13 13 так еще раз пусть вот его оригинальных плюс 8 а плюс 3 а и 4 правда тогда плюс 604 нет 5 максов плюс 5 13 13 на сколько там он критически проваливает он преуспевает и видите как он набрасывается на это существо и начинает вытерзать а после этого добрыми глазами смотрит на дельвизь то он уже сдох пёсель он уже сдох давай это выплюнишь или выкакаешь и я смотрю на него я трачу экшемпоинт приказываю ему выкакать он смотрит на тебя не понимаешь ладно я делаю этот тереблю его за ухом и такая ладно красавчик а у меня такой вопрос на нем был одет вообще-то кожаный бардинг он порвался или как-то трансформировался с ним сколько он там этот был ну на его размер был кожаный бардинг это кожаная броня счета и написали хрен узнает кстати предыдущая картинка даже не на корне было то что так что случилось с кожаным бардингом он порвался он порвался и где-то лежит короче рядом там только им дамбур язычок у него на спине в этом бардинге я думаю у него разлетелись времени и потому что ты его одеваешь и крепишь нас до ремни и заклепки место он порвался но не просто расстегнулся скорее так что придется чинить потому что все-таки ремни порвались скорее всего если сама целостность его нормально просто нет как починить я думаю так бы торвалась я понял да имеет смысл резко понятно понятно все с тобой такой и задумчиво смотрю в глаза но и надолго у тебя эта хрень носите пёс одельвейс то сам в эхере я не думал что этот скотина так быстро сдохнет я думал что мы уже попали потому что я честно говоря себя пипец херово чувствую я с этой фразой похлопаю себя сам там по плечу похилиться я ща погоди не 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 тратить не тратить тоже пофиг уже пошло там где-то пытается забраться по мокрым камням у него включается и короче он потом обходит все так приходит сюда куда-то будет перевязывать веса а кстати эта штука очень естественно умерла или что черен такая прострелил на хину он ее прострел а потом собака на нее напала и начала грести разрывать этот труп красиво не понял полечилась тебя на 31 еда не пойди спасибо лечитель но я себя на десять полечил макс описал перчатками песни когда-нибудь если только ролей что-то пытался письмо за фейлер за права вот 1 до 8 урона да нет за 3 права такого рамка медиум рэйр а себя ревоста правом а окей ни херашеньки это ладно все забей уже в городе разберемся ты вон выглядишь хуже чем я ливень гребаный пошли отсюда ты по этим дождем все равно бестолку уберем оттуда хрень за рога и понесли пёс бери эту хреновину тащи пёс хватает эту ли тут дичи этом не знаю там за шею это и и тащит и на и мы пошли отсюда в сторону города нас с вами большая все-таки собака ну она небольшая над размером ну с человеком меди медиума на ней теперь может ездить в ашот если 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 захочет буду иметь ввиду они все так просто но потенциально это можно было бы организовать косточку нужно вытащить из нее я думаю что она выкакает а насколько стрёмный подозрительно выглядит собак максимально стрёмно вокруг него целёная дымка можно ли с этой истории приближаться еще в городу но можем что нам помешали тебя подождите подожди это же косточка богини силу то есть этот пёсель это типа аватар богини силу богини силу это типа новой ухо то кто ее гнева ее гнева написано это богиня кого силу луны вот они типа важные по игре это 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 аватар вообще богини местного вообще аватар твоей богини саврина у тебя пилор и силу эти там храм луны и солнца то как бы там же типа вот пилор это стонца луна это силуна но вот грецкий ну как примерно это большая собака или она типа начала иметь гуманоидная типа нет не начал большая собака больше большой пес который это по грудь размера ну то есть видим размера просыпь раз аватар богини силу обычный пес нет ничего я понял я вас понял хорошо если вошел где-нибудь по подходя к городу сказать подойдите еще себе вижу и себя перевяжет как долго мы идем и как долго держится форма пса до сих пор держится классно а вы где-то в части ходьбы от города ну вошел где-нибудь полчаса походил и собственно становился попросил потому что он совсем ливень все еще валит или нет ливень до сих пор валят вы начинаете подходить городу стражники не сарус замечают но когда завидев что вы тащите и кто это тащит они напряглись и начали кричать внимание подозрительные личности господи мы тут уже живем сколько дней я превращаю пёселя в этот статуэтку при превращении статуэтку песеля косточка нет не появляется рядом нет не появляется по хорошему не должна он просто превращается в статуэтку которая выглядит как когда-то вот отчетки отчетчая гонча от час то я так не видите лишен статуэтка чё кричите и дариваешь спрячет магия короче на всякий случай я потом типа этот чё не стоки нам придумаем с этим и ты меня попросить то есть альтернативные для но я тебя собственно говоря прошу чарник альтернативный да вот так что может дублировать который сейчас у петли есть я бы запомню а я не знаю могу ли я создавать новые чарники это только ты можешь сделать только ты можешь создать чарники выдать мне улицу к скопировать не знаю можно что ты это сделать импорт дата экспорта ну короче дубликает но красавчик ваша сливать кликнет этим стражником эта херня по ходу дома поджигала и мы ее убили ваш от херня несешь пошли дальше нет вашу ну ладно а можно состояние сделать которым баху верши а картишка но объем не навряд ли можно разменять размер не я просто новый чарник запомню будем просто отменять я могу собакой перекрасить сможет ее перекрасить так чтобы она немного позднее выглядела и в зеленой дымке да и более дым хорошо и выми кидаю тебе этот токи ты можешь скачать кому этот токен муж для монеты не можешь лучше мне просто в telegram сверни перекрашивать вообще очень легко фотошопе если ты умеешь фотошопа нет я пользуюсь чем тинком поэтому сам если сделаешь случай короче возвращайтесь на рун дождь льет ночь уже стражники немного переполошились пообщались марк ты же со своим флагом ходишь да да такие я когда мы приблизились городу я типа его за обратно закрепил себя за спину чтобы ходить все и он был всем виден теперь тащить эту хреновину будет начальник смены так пропустите их так я вижу кровь с этой хрени льется уберите как-нибудь грязь не должно быть городе ваша ты может как-то кровь посметать с нее тащат по закрепляем пошел кинет медицину по закрепляет а там брусчатка да да ну там типа такие каменные блоки вставляли и засыпали щебня вот так хорошо ты зашлаешь нужные места я хотя песик там весь кребет разобрал этой штуки и как ты как будто бы за ноги и при помощи хвоста в такой узелок завязываешь который можно унести да я просто короче сшил ее шею брата до крючки перекошенный по чтобы куска видео не хватает но у нас считают и полчаса этим занимался по большому счету потому что вряд ли это сделал за 30 секунд мать и потремим минут 10 20 . боевая медицина это первое число не ну слушает это боевая хирургия уже не медицина должна быть ну конечно если если это ранение действительно требовало большое количество времени чтобы устранить это время мы потратим хорошо мы потратили это веру время у вас есть узелок который вы наверно какой-нибудь палки я завернули такие типовые сети вдвоем и посередине вот эта штука висит куда вы направляетесь алфер митлов сейчас ночь ну еще ну можем оставить ту хрень у нас не завтра утром его ее занести подумайте пошел сумма видом посмотрим на город нибудь пожар есть далеке что то есть до небольшой дымок идет и на суши может она может не она там и ушел наверно узнаем завтра вечером да мы пытаемся поймать этого поджигательного каждый раз в разных местах делает вся стражей из-за пусков вернулась дневной смены практически нет никто не сторожит и по ночам мы блин шляемся по его городу я не спал два дня уже любезный ты скажи вот прийти как пожарливать там нету никаких бабам грозы там взрывов нет так вчера ночью вообще не тучки было но я просто про звуки про какие-то потому что вот эта херня с молнией она по крайней мере когда прилетела она дерево подожгло фасшот эта херня не связана с поджогами отстань уже от стражников говорят разделе разливает и быстро поджигает кто-то вот видишь пришли уже отдыхали устало сложно поймать из-за этого пожар моментально происходит и очень сильный хорошо хорошо ладно ладно уходим вы это на всякий случай на будущее со странными зельями не ходите по городу а чё засели это хоть как называется там когда определим тогда и будем знать пока что не знаю поэтому никого не проверяет но странные зелья не должны появляться icken странная страна очень странно страна 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 странно 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 страна страна ну и конечно но и дело странно дева ужас очень странно вы ничего не знаете про странности странная странность странно произведу стал фитош козел был я тоже козел в деревне прыгал город не совался что же заводили то поджоги козел то понятно что уж не козел блин с погодой не водится наоборот владелась когда пожары были бери ты козла да пошли блин спать я устал да 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 идем вы взяли кого козел и снова идете ваше жилье которое с каждым разом все краше и краше потому что ваши товарищи обживают за эти бабки бабка уже там купила новую пристройку там приехал соседи на баню построить подписываем еще 5 серебряных и кто там еще живет кроме нас в этом доме я лириса этот освальд освальд блин почему я лирис обставал отзывы хотя все лирисы освальд освальд пенил там живут прикольно и что думал что ньютон где-то в другом месте живет нет он с нами живет он типа он с бабкой договорился он ремонт делает чтоб бесплатно жить а ну нормально вы давно не видели теперь он выглядит как глава еще меньше ниже вашу 200 кучи штрепа подходя к этому к козвальду пишу свет не хочешь там поматься сюда это вот хреновина которые мы притащили можно там черт для тебя интересного вкусства будет не знаю сначала нужно рога скрутить а блин рога он не съест после дорога только этого все остальное если что-то будет интересное забирай ну то он подходит и но уже она уже практически не теплое но я попробую он запускает какую-то из своей руки черную жидкость и со временем становится немного большим как будто процентов на действию лечится о работает ты весь по холпу это по плечу значит теперь мы знаем чем тебя кормить я смотрю на остатки этой хреновины не интересно шоу шоу с ней произошел на полностью высосал как как паук знаешь который типа растворяет остается только внешней оболочкой решенцы сделал ты хорошо медицине владеешь я да относительно относительно это на тренированность и он поглотил спиной и головной мозг он мозги сожрал понял понятно все сердце его не интересовало печенки его не интересовало не интересовали только нервное окончание да ваш вот по всей видимости тоже это понимает видимо там съеденное было там часть порой если там откусил кусок раз раз этой древеси понял то скорее всего его шутку наш позвольте да а что такое а ты какой-то электрический козел свои ты как бы съел его какие-нибудь знания отказала по ним получаешь или просто покажу я могу только сказать что если стану сильнее возможно смогу стать таким как он уже ваш вот поделись к этим бинтами предположительно понадобится 4 для веса которые вы знали когда освободить не понял ты предлагаешь есть четырех и дельвейсов ой дельвейс блин не а лирисом освальдов освальдов четырех освальдов есть нужно стать таким большим видимо я ничего не понял я тоже но это не так важно короче ему надо много кушать чтобы быть большим так я могу вообще всех перевязывать по поводу двух могу точно сейчас я под вы мне еще вот что скажите как происходит хил ночью потому что двора дважды умноженное на конца на конец у вас ваш модификатор телосложения помножен на уровень нужно дирот ротеосложения считается минимум один хорошо вы покидали город да ненадолго и как-то очень мокро целый день под этим ливнем это конечно капец потому что это склянка мне кажется пускай я становлюсь меньше она не становится меньше как будто выдавит еще раз город-город там мы скоро уже отсюда отправимся не переживай ты в принципе если хочешь может гулять так то вокруг города только аккуратно там всякой хрени бывает такие это хожу ну так но мы скоро уже странно открываемся к воз что за странные люди то чем-то торгуют кто-то костры разводит видел как один другого убивает а с попугаем ты уже общался нет вот познакомьте их что ты не отвлекайся дружище это что-то как-то ты меня не полечил очень ни хера так бинс лес весь сейчас еще полечу собственно 2 10 минут ваш он будет лечить эдельвейса и марка я тут правильно понимаю мне нужно два чека кидать на каждого здесь может как-то двоих тысяч в течение 10 минут у него есть такая способность можешь и пёселя полечить перед маркет показывать теперь сегодня помешает тоже да я сейчас их перемешу так это 21 у меня понятно так ну и мне хватит в принципе это сплюсь очень хорошо бы это марка марк пошел а теперь марка ну да пошел я на сабрина на любые социальные навыки и попытки избежать поя у тебя будет минус один участвовался по какую поводу не скажу она просто один раз вы решил ударить козла видим может как-нибудь там если мы находимся у нас китая соответственно буду лечить себя и марка так подожди макс социальные навыки это все так это это дипломате любые навыки любые действия избежать боя то есть вы пытаетесь про краса мимо допустим бандитов которые вы понимаете что враждебно к вам относится я понял я уже понял что происходит это очень если это из-за меча то это странно потому что он дает плюс урон если ты и стелс обьешь да это очень я сказал избежать сражение как раз-то ударить и он тебе не помешает но тебе не нужно беспокоиться о том чтобы это произошло я исходил сабрина будет пытаться избежать его типа мечи и владелец нашли друг другу сабрина такая ты ты чихнул кажется ты нарываешься ты точно нарываешься работе же заразу честного людо может скольки сражениях ты использовал этот меч потом сказать когда 10 будет а понятно сабрина такая так пойду-ка я поучаствую в местных гладиаторских боях десять раз понятно так вошел блин дай сюда мне один набор я писал сам перевяжу это чё-то ты прям совсем халтуру халтуришь так все пока сейчас я 40 минут 40 минут уже потратили я пытался и перевязал пса все пошли спать у нас поди или удалю 8 наборов и бинтов запасных 2d8 доролица все отлично пёс когда последовал дмитрий вас я видел твое сообщение на потом отвечу так а сколько мне кидать нужность пусть хитов какая и это пусть хитов не может уровень умножить на модификатор телосложения нашли про него есть night на кроватку и вылечились в итоге по времени я не запом 30-40 там лечить тени туда я могу дофилить кого-то два раза они надо спали тогда ваш что тоже будет фильм слова если мне тоже много похлопать а пока мы были там дома я пытаюсь починить свой щит и да мне есть все нужные штуки такие как реперки тут есть кнопка дать посмотрим она работает секс с рестор 15 по институте цыбал классно за и бомба так что там с этим с пёселем и косточкой скажи мне пёсель до сих пор в этой форме утром утром просыпается в адской форме да да весь такой тиши возогрев но видимо ты теперь такой надолго я еще этот с утречка в качестве утренних приготовлений хочу починить этот вазер бардинг еще такой мне еще такой вопрос можно ли потенциально придумать какой-то механизм чтобы в процессе увеличения пса этот вазер бардинг либо отлетал без поломки либо покинуть резинках был так что типа чтобы он оставался на нем просто висеть придумали вещи есть короче какой-то изобретатель я хочу придумать штаны халка так что к сожалению если у тебя его нет не получится придется но и зарбардинг я сам вообще крафтил эту штуку в шутки песен и жрайба за предмет да хорошо но медно просто интересует быть очень . защёлка и что-нибудь просто что-то увеличивается чтобы он когда увеличивается чтобы у него не отрывались ремешки а отлетали ну очень сложный чек короче давай очень сложный что под это есть фит и типа обходить хорошо очень сложный очень сложный чек я очень смотрел плюс 5 сложности я буду ломать очень сложные только при спеть туда я но типа у нас разгона это максимальные которые мы можем достигнуть это плюс один а все остальное от уровней и статы я такой ваше от я короче хочу вот эту шаги то бесполезно потому что не так сирка станции есть все на я кину тебе не придумал ну короче не сходить бесполезно тогда я просто хочу починить эту штуку не знаю зашить подводить и да я думаю не проблема просто попросить количество времени эти по поводу песели но можете вспомнить чем еще происходил когда где есть ну я помню то я так и помню что мы с ним встретились в таком виде мы отмудохали кого-то песеля в таком виде а косточку мы потом нашли в другом месте просто в могилке помимо нашли у него в животику а много я расколупали да ну классно так что теперь разрезать весь возьми просто руку засунь к нему пасть и выдачи нет 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 жюри не заказали ваш от если хочешь заснуть ему в руку в пасть то пожалуйста но со сложностью потому что ты в твой бэкграунд солнечный луна не особо постигала мошенники но это же как бы вроде как храм обоих божественно там все равно разделение есть есть примеру чины рули блин я забыл как не называется от организации короче есть паладину пилора это солнечная гвардия вот они по факту больше следует эту пути пилора а есть чуваки с которым встречались это лунные коньки что лечит поэтому сабрина она из части про солнечной гвардии серебряные звезды в ней серебряные звезды они поют по силу и неофициально не знаю давай сделаем так смотри я показываю руку моя рука она явно меньше чем твоя не берешь сейчас держишь руками пасть юстика сабрина подойдет к вошед вошед так у нас есть кто-то кто умеет пришивать руки оглядываясь по сторонам вошед вошед может пришивать руки но если у него не будет одной руки как на себе при счете так ты пасть будешь держать я смотрю на пёселя смотрю на ваш это я не уверен что я удержу его пасть я подойду к нему возьму его за верхнюю нижнюю челюсть флатных перчатках разогну их ну не рыпайся пиздюк и за него за за него мудрость это опять какой-то большой да там плюс плюс 5 мы считаем я зачем-то скрытый кинул сколько там короче пёс проведи атаку с 1 сабрину а какое очень недовольна на нее прыгает какую атаку провести укусом плюс 5 а просто плюс 5 потому что есть я понял я не понял почему у меня нету экшенов в этом чарнике почему-то внезапно и в копию ой каунтер отложить не все нормально так хорошо потому что аура пса его шерсть стали дыбом но аура дыбом очень быстро течь как будто бы началась зеленая дымка да это уже просто вцепился в латую перчатку не отпускает и держится блин ситуация мне понятно я начинаю избивать пса до бессознания печи ебанулся я такой я дать я тяну пса за себя на стоять он у меня на перчатке висит я не буду его убивать она говорит совершенно спокойно я просто заставлю подержать в знание не нужно этого делать да погоди у меня есть заклинание который тоже самое делал это грёбаная косточка выстрел рано или поздно отцепитесь вы от писал уже наконец а то вижу что на и выстрел но если не выстрел то будет таким ходить в чем проблема небольшая косточка небольшая это фаланга панга полина ну да наверно ладно давайте попробуем все таки ну пока садитесь будет послышать людей будет упускай так как и седрала ты перчатки вашу сказку уже не висит я ему сказал чтобы он слез нее и отошел он это делает ладно давай еще один спор полу там плюс пять уже есть нет 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 еще спать да он откроет его не засыпает я за один чек посчитать окей она на пару секунд станет гуманоиды покажет факт типа пошел и снова станет собачий ну типа пёс смотрит и рычит в сторону сабрина но он успокоился и отошел от меня яростно больше не нападает я такой подошел смотрю пёсель в глаза ты видишь яркий я такой показываю два пальца в рот и срыгнуть срыгнешь да у меня есть вопрос для моего поскольку ваш от врач у нее есть какие-то с собой врачебные всякие штуки могу я дать что-нибудь собаки что вызовет нервотный рефлекс в теории можешь но как бы учитывая что ты не совсем по работным что после этого собака все будет нормально ты не дать собаки смотрите ребята сейчас я быстренько дам этой собаки шоколадку и вырвет и все будет нормально он сдохнет на так у меня вопрос я могу пытаться договориться с пёселем чтобы он проблевался по доброте душевной ну не знаю есть какой-то чек за этот чек собачий лор есть ты можешь на сайт на вечер чтобы просить животных как бы тут проблема такая слову это буквально мой animal компания не забывай пожалуйста этот нюанс ну я понимаю но все равно природа хорошо я буду его долго и настойчиво показывать что я от него хочу задние ноги потрясти на тебя просто смотрит у него яростное непонимание яростное непонимание погоди он понимает что говорит вальшот а он понимает просто объясни ему что делать и все а с чего бы он понимал что ты говоришь а чё он мне так смотрел он на всех сейчас так смотрим мы можем сходить в церковь и священники могут заставить его понимать язык на котором мы говорим но это лишнее я думаю проще подождать пока он просто прокакается я думаю священники будут рады узнать вы именно кормил собаки древес да я бы не хотел что это попало в руки священника короче так сидеть не рыпаться все так все так сабрина я пойду вниз к этой хозяйки дома в поисках чего-нибудь размером с курочку уж пёс поел у хозяйки дома ты не находишь на найти говорит едино рынок там курочек продают зашибись но для весь побежал быстренько на рынок купит курицу и вернется обратно с курицей с кормит и псу курицу псу которая на один укусом было но курица полная курица в смысле блять не кусок курицы у него такая пасть что он просто заглотил отлично теперь ждем когда не просорить ты можешь накормить его больше куриц скромить его больше куриц и они в какой-то момент просто вытолкнут ладно все что в этой деревне были пожалуйста чек интеллекта чипа вор ума там какой рума вор ума вор ума понятно это что андрей вартандр скорее всего нет но не существует же чека в интеллекта какого-нибудь скилл чек от интеллекта достигейшен это perception серьезно а память нету такого типа зависит от типа от контекста от игрока я чек память подсказками таких подсказок да блин вы сейчас полчаса мы на и укормим физика необычайным количеством куриц курицы издает на базе еще бухла какого-нибудь предположительно он не будет отказываться от куриц так что либо он выстрелит эту косточку в роли он зовется из-за того что в нем слишком много куриц варианты пока неплохие идеальные макс я там тебе кинул это просил я вижу мало марк дельвейс о не подожди от не то это природа отчет выучит убежать что-то отца кинул какая разница ты помнишь что пес утаскивал все свои жертвы на священное место салон и возможно учитывая что после этого они нормального пса находили это что-то чем связано то есть типа его предлагают мне предлагают вернуться сейчас в деревню шар чтобы отвезти пса на ту локацию или что блять или или пса под подвун там там был какой-то лунный свет в том месте было священное место салон класс я такой прикидывали где в этом городе ближайшие священные здесь храм силу на не доллара силу три горы пиоры или силу на общий храм луны и солнце а он тут есть какой-то on mind то есть там где никого нет ну тут сейчас 3 2 только есть еще эти самые тут же не только один храм тут же наверное есть еще вот эти маленькие как называют договоритесь с каким священником богословение от имени силу благословление от имени силун ты господи ну либо ждать пока он выкакает косточку иди выкакает вам косточку вытюли вы знаете что такое теперь навсегда так это же заебись а ну да только ярости на него будут нападать ну блять бывает ночью а вы увидели дед ходить мы не только избить его хотим мы его не забьем мы не только его избить хотим давай так мы все кучу тут избить хотят и так понимаю ну значит он всегда теперь такой заебись ребята у меня есть убер пёс это будет фигурка такого экстренного вызова убер пса я думаю я дам этому псу кинжал чем чтобы он был бы более опасных в зубы ему просто кинжал и меч сразу по тебе разуме знаешь просто обвешать его броней такой с мечами с колючками во все стороны такой дать ему в зубы еще и так себе хорошая идея теперь самим тебя размера я думаю наверно нам попросят кого-то доплату потому что необычного это нет погоди я могу тут же существуют эти самые как и зовут орден кавалеров всадников на псах ну были так может быть наш заказ брони для пса не будет таким необычным как мне кажется новую броню мало верят что сделают а старую могут достать классно знать бы еще стат блок этого пищи ли теперь думаем типа зубов плюс 5 типа глаз плюс 5 лап и для есть такой ладно после поела теперь пора в костере в камешек я его превращаю в статуэтку и статуэтку запихиваю себе куда-нибудь там в карман марк марк это я чего делать то будем есть важный момент у меня после выполнял роль вообще там носильщика всяких предметов поэтому я этот вот вазер бардинг как-нибудь на него там присобачил и превратил в статуэтку вместе с вазер бардингом которые одновременно работают круза я это к чему если у нас там не а4 чтобы сабрина мне помогла с посохом так ну а погодите вспомнил я ваши махинации с козлом сделали так то что у него порвался желудок а в желудке знаете чё было еще одна косточка сион пенис чей взорвался лутом там был мешочек которым было 21 серебряная монета было бы конечно более забавно если бы из него начало сыпаться это не знаю это в гранатомет да потому что его по всем континентом и короче из него выпадает там супер редкое эльфийское оружие там какое-нибудь из древа духов знаешь что это все я думаю сейчас как раз самый момент чтобы у сабрины щелкнул мозг как и у нас в тех и начался новый день алхимик который сказал что может делать что я на дня 4 будет делать что делать что он тебе уже делать он же нам делал кутишь такой он хочет из врагов сделать нам шуковину которую мы закинули в место где тусуют матика хорошо бы они явно какое-то время это будет делать на вершине мы никуда не бегать и сабрина мне поможет спуст возможно давайте это так и поступим короче сабрина у меня такие смысле вы тридцать я что ей нужен пособ который будут первую очередь true strike для того чтобы более эффективно шумолять заклинание там еще как ручки можно привык простое заклинание вперед на я короче подумал сейчас соберу будет полагаема заканчиваем потому что 11 часов до муда заканчивать можем мы следующую игру же начать с посохом как будто условно четыре дня прошло но если вы хотите четыре четыре дня ничего делать в смысле мы будем делать посох может пошел тыщу по городу поблыкается по и атака может быть это львей с марком попытается за эти четыре дня выследить поджигатель и да и обслуживаться типа следить пытаться их выследить вот такое типа не найти базу через лет выйти на след ну да да я какую-то закономерность найти я тогда макс короче что я запас их буду делать с собой можем от ищу все записались об этом серебряных ну все это списываться надо сейчас ну из мешочка и желудка на пеше договорились мне опять еще на серебряную куда-нибудь надо где тебе забери оклее себя за мешок и мешочек то иди тоже заберу нет только то что ты молодец и вообще отличная работа я думал что у нас этот козел убьют нет это это опять очень странная боевка но это просто в стиле и я так понял она такая она математически выверен выверена типа он для нас такой все было хорошо просто мы кидали херню он выверен математически и получилось что типа ну да он нам типа дал пизды но типа это это не как типа например в пятерке где если те ночную дают пизды то там типа нахуй спираль которая уничтожает все что движется ну типа я жить и по тема что теперь спираль этого самого типа один упал и тем сразу сложнее становится боевка вот это вот все а а тут видимо как-то система выверена так меня такое ощущение жить по вторую боевку что типа ну да они бьют больно и помного но как бы но боевка такая продолжается да не только она не только она продолжается мы еще и выигрываем тебя ощущение чтобы тотальный пиздец вас просто херачат а потом такой мы выиграли да смотришь на лево смотришь на право ни у кого нету ну типа только одного из нас было меньше половины хп ты такой а я не начал так думаете потому что типа это сильно чувствуюсь типов в рамках пастфайндер это был около средний encounter ну типа да 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 но 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 типа учитывая все атаки он такой а как-то это было странно в этом плане типа это что баланс типа так они все как бы ок как бы претензии к этому я его изменил по-другому должен был поступать он должен был падать взлетать вверх падать наносить тебе урон и взрываться вокруг вас ну типа так мне показалось на стежку упора то я его поменял это смысл потому что это буквально дипа и сон же там наверно пиздец духа и урон все наносит там же чё каждый урона нет нет ну типа потому что он уменьшал типа там короче типа сколько сам дробящий урона получает настолько он взрывает вокруг себя можно так много хп было бы довольно быстро самоубился ну да и поэтому чуть подумали но типа я не думаю что что там оригинальный радиус этого взрыва 50 футов камень не 50 в этом плане типа это получается что типа так таки да он накрывает не не все это более мелкую зону да то есть ты короче можешь вашей партии просто как бы стать по разным сторонам карты и нихуя не делать и чувак за три раунда сама убьется это такой заебись ладика ребят я короче побежал спасибо за игру после тебе попозже напишу как язык на него котел в городе за эти четыре дня и что запуск мы сабрина делать я тебя так скажу сашу типа посоху в посохе удачи которые грех ты хочешь сделать там будет ровно одно заклинание да я знаю что будет трудно но заклевание ту стройку стелка еще при прицепе приходит получится нет ты не ты ничего не смотри какой потому что тру страйка только один так фортуна делать посох страха страха не траха не звучит лучше пошел бы дел посох траха типа на тепло палочка чтобы просто самая палочки центру до . или или в случае ваш вот эта подставка под его огромный член короче для понимания ваш обмазанной кой поэтому короче надо чушь то есть срезом состоянии он таких шуток и таких валяйте но в любом случае какой-то может запомнишь его что то просто таки полкилометровый член еще не понимаете почему мы говорим что ты оправдываешься все жук хорошо николе побежал все ребят спасибо я пока добрый дочь как чё андрей я бы что полка метровый член стандартная тема не у всех крутых перцев в любом баре блин полкилометровые члены кого не спроси каждого даст им давайте всем пока тоник вы молодец до скорых встреч еще увидимся пока пока а как иначе иначе